Друзья, сегодня 3 октября 2022 года, мы начинаем вторую вечернюю сессию 27-й Российской конференции холодной трансмутации ядер химических элементов и шаровой молнии. Сегодня в вечерней сессии первый доклад, наклад Пархомова Александра Георгиевича. Александр Георгиевич, пожалуйста, вам слово. Включи, Саша, включи звук, я его отключил. Вот слышно теперь? Сейчас слышно, да, все нормально. Ну давайте. Пожалуйста, вам слово. Ну, я расскажу об экспериментах на установках с применением ламп накаливания. Чем ценные эти эксперименты? Тем, что наконец удалось создать простой стабильный источник агента, инициирующего холодные ядерные трансмутации. В этом докладе я не буду говорить о том, как возникла идея использовать лампы накаливания. Вот смотрите, вот здесь вот много публикаций уже на эту тему. И я выступал неоднократно и даже на прошлой конференции выступал. Поэтому вот с этими идеями вы можете ознакомиться и, наверное, уже знакомы. Я буду рассказывать только о некоторых экспериментальных результатах, которые могут приблизить нас к пониманию того, чем же на самом деле является этот загадочный агент. Вот фотография одной из установок. Галогенная лампа накаливания, вот она такая длинненькая, находится внутри цилиндра керамического, ой, не керамического, а кварцевого, внутри кварцевой трубы. Через эту трубу прокачивается вода, и она охлаждается в теплообменнике. Для достижения достаточно высокой температуры нити накаливания, более 2500 градусов на год, лампа питается повышенным напряжением, ну, 320 вольт или даже больше. Варцевая труба обернута снаружи алюминиевой фольгой, ну, хотя бы для того, чтобы не ослепить экспериментатора. Очень важно, что установка может работать непрерывно на протяжении многих суток, причем температура около реактора остается близкой к комнате. Эта установка используется в качестве источника странного излучения и для исследования других эффектов около ламп накаливания. О многих из них я уже докладывал, а не буду повторяться, остановлюсь лишь на некоторых, на мой взгляд, наиболее интересных. Итак, первый комплекс экспериментов. Исследование изменений параметров полупородниковых приборов около лампы накаливания. Эти изменения ожидаемы, так как в полупородниковых приборах используются материалы очень высокой частоты. Появление примесей даже в очень малой концентрации должно сильно сказываться на параметрах полупородниковых приборов. Ну вот смотрите, вот такая, это самая кварцевая трубочка, обернутая алюминиевой фольгой. И вот здесь расположены различные полупородниковые диоды. Ну и что получилось? Интересно, что изменения в зависимости от длительности, да, измерялись разнообразные параметры, значит, этих полупородниковых диодов, такие как прямое падение напряжения, обратный ток, напряжение пробоя. Наиболее таким результативным, таким изменяющимся параметром оказался обратный ток. Вот вы видите здесь, как ведут себя обратные токи двух диодов. Д9 – это германиевый диод, Д223Б – это кремниевый диод на протяжении достаточно длительного облучения. Очень интересно, что изменения имеют вот такой вот волнообразный характер. Но это можно как понять? Возможно, это связано с тем, что возникают примеси, обладающие как донорными, так и акцепторными свойствами, и в процессе возникновения они конкурируют. Ну изменения достаточно большие. Вот смотрите, вот германиевый диод, Д9, до облучения было обратный ток 2 мА. А вот в максимуме почти 20 мА, то есть изменения на порядок. А потом опять произошло снижение обратного тока. А у кремниевого диода еще больше. У него ток, обратный ток вообще измеряется наноамперами. А тут он поднялся до микроампера, более чем до микроампера, то есть изменения где-то на три порядка. Очень значительные изменения. Но, к сожалению, вот такой волнообразный характер не позволяет. Хотелось найти какой-то такой вот, что ли, монитор или детектор вот этого излучения, вот этого агента. Но такой волнообразный характер, он как-то не позволяет использовать, к сожалению, полупорниковые диоды для этой цели. Ну и сейчас я перехожу уже ко второму комплексу экспериментов. Исследование изменения элементного состава в алюминиевой фольге, которая была обернута кварцевой трубой. Ну вот эта алюминиевая фольга, она используется во многих экспериментах. В общей сложности набралось 500 часов облучения. И после этого, значит, эта алюминиевая фольга была подвернута анализу. Алюныния интересен тем, что это моноизотопный элемент, состоящий на 100% из алюминия 27. Это облегчает анализ получаемых результатов. Вот здесь показаны результаты анализа химического состава алюминия до и после облучения. Анализ сделан в лаборатории изотопного элементного анализа Казанского университета при содействии Юрия Кирилловича. Кирилловича, да. Мы его знаем, мы видели здесь вот Юрия Ядокимов. Он здесь присутствует. Большое ему спасибо. Вот этот анализ SCP-MS, он обладает очень низким порогом. Он позволяет определять очень малые примеси, очень малое содержание элементов. Ну и вот что получилось. Ну здесь вот видите, что 22 элемента достоверно изменили свое содержание. Больше всего накопилось железо. Больше всего накопилось железо. Ну примерно 5, это примерно 5-6 сотых долей процента. Ну других вот элементов, таких как, значит, натрий, литий, магний, калий, даже висмут, вот таких элементов накопилось, ну примерно на порядок меньше. Можно обратить внимание на то, что заметно, что наибольшая прибавка получается у тех элементов, которые заметно присутствуют и в необлученном образце. Ну вот лучше всего это видно на примере железа. Видите, вот 6 тысяч, значит, ППМ, то есть миллионных долей, изменилось на 7100 миллионных долей. А разность, то есть прибавка получилась на 574 миллионных долей. Вот у других элементов тоже можно заметить. Например, вот титан. Вот видите, было 161, стало 203. То есть увеличение происходит достоверное, но заметное содержание было и до того, как, значит, эта фольга подвергалась облучению. Чем это для нас интересно? Это обстоятельство согласуется с гипотезой о том, что источником агента, дающего трансмутацию, является раскаленное вещество, особенно металл. В процессе производства раскаленный алюминий имеет температуру около 950 градусов. Можно предположить, что многие примеси в алюминии возникли в результате трансмутации в процессе производства. Понятно, что при действии такого же агента в нашей установке, мы полагаем, что раскаленный металл и там, и здесь, дает один и тот же агент, наиболее вероятное образование этих же элементов. Справа, справа приведены примеры ядерных реакций, в результате которых могут образоваться обнаруженные элементы из двух и трех ядер алюминия. Здесь мы видим вначале, что может получиться из двух ядер алюминия без участия электронов и с участия электронов. Это все, что может получиться, все возможные экзотермические реакции. Ну и здесь, что может получиться из трех ядер алюминия. Но на самом деле это только небольшая часть возможных такого типа преобразований, только показаны некоторые примеры. Важно отметить, что указанные ядерные реакции – это реакции слабого ядерного взаимодействия, в которых так или иначе участвуют нейтрины или антинейтрины. Но здесь нейтрины и антинейтрины не показаны, но на самом деле они здесь везде присутствуют. Сейчас мы об этом более подробно поговорим. Ну, особенно это очевидно, если в ядерной реакции присутствуют электроны. Если присутствуют электроны, то, соответственно, они должны в соответствии с законом сохранения электронного заряда уравновешиваться тоже, значит, каким-то лептоном. Ну, в данном случае, кроме нейтрина, на это ничего не подходит. Ну, рассмотрим, например, вот то, что написано в последней строчке. Ну, здесь, возможно, если учесть участие нейтрина, возможно, два типа реакции. Во-первых, когда нейтрина возникает в результате этой ядерной реакции. И, во-вторых, когда нейтрина действует как среди этих, среди исходных частиц. Ну, если предположить, что ядерные реакции идут по первому пути, возникает вопрос, а почему они не идут просто так? Для чего нужна лампа накаливания? Ядра алюминия и без нагрева окружены электронами. А роль лампы во втором варианте можно понять так. Ведь достаточно высокой температуре в нити накала в результате создания частиц вещества при тепловом движении происходит интенсивная генерация нейтрина и антинейтрина с малой энергией. Энергия меньше одного электрон-вольта. Эти нейтрины могут инициировать ядерные реакции во втором пути. Причем с интенсивностью, зависящей от температуры. Ну, смотрите, здесь вот, что важно заметить, вот эта реакция экзотермическая. Поэтому она для того, чтобы прошла эта реакция, не требуется никакого внесения дополнительной энергии. Поэтому вот эти вот нейтрины, они могут иметь сколь угодно малую энергию. Сколь угодно малую энергию. Их роль заключается в том, чтобы, так сказать, открыть дверь, чтобы эта реакция, в принципе, могла начаться происходить. Ничего кроме этого не требуется. Ну, сейчас не будем на этом подробно останавливаться, но только заметим, что такие нейтрины, антинейтрины, имеющие очень малую энергию, имеют волну Деброля макроскопической величины, ну, скажем, порядка микрона. Поэтому связанное с ними взаимодействие охватывает огромное число атомов. В такой системе работают законы термодинамики, чему будет посвящен второй мой доклад в среду. Таким образом, возникающие в нагретом веществе нейтрины и антинейтрины являются возможными кандидатами на роль агента, вызывающего ядерные трансмутации. Ну, пары нейтрины и антинейтрины, кроме того, могут возникать при распаде фотонов. В рамке этого доклада мы не можем отвлекаться на обоснование этих процессов, интересующиеся, могут обратиться к публикациям, которые были обозначены в начале доклада. Не столь очевидно участие нейтрины и антинейтрины в реакциях без участия электронов. Ну, посмотрим, все-таки что тут может происходить. Рассмотрим, например, вот эту самую нашу главную реакцию, реакцию образования железа из двух атомов алюминия. Ну, на самом деле, такая реакция вообще не может осуществиться. Почему? Потому что результатом ядерной реакции не может быть одна частица, так как в этом случае невозможно выполнение закона сохранения импульса. Ну, смотрите, на самом деле, вот эти вот два атома алюминия, они находятся в тепловом движении, энергия их какая-то, доли, десятые доли электрон-вольта, поэтому импульс этих частиц очень небольшой. А железо, вот здесь, если бы реакция шла таким путем, оно бы имело огромную энергию, 21 мэр. Поэтому получается вот такая огромная нестыковка. Вот такого рода реакции, они всегда требуют того, чтобы на выходе было, ну, по крайней мере, две частицы или даже больше частиц. Тогда можно обеспечить выполнение закона сохранения импульса. Ну, вот смотрите, здесь вот я написал алюминий-алюминий плюс железо плюс некий х, где х одна или несколько дополнительных частиц. Теперь вот еще одно важное соображение. Если частицы х имеют массу, много меньше массы железа, они уносят основную часть энергии. Это не могут быть фотоны, электроны, позитроны, протоны, нейтроны, или альфа-частицы. Если бы они появлялись, имея столь высокую энергию, они бы обнаружились без проблем. Более того, проблемой было бы выживание экспериментатора. Можно рассчитать, что обнаруженные наработки железа в алюминии примерно 0,06% за 500 часов соответствуют 10-12 ядерных реакций в секунду. И, соответственно, испускание стольких же частиц высокой энергии. То есть я не мог бы выступать перед вами, если бы действительно это происходило. Это совершенно очевидно. Но ничего такого не происходит. Поэтому на роль Х из известных частиц годятся только нейтрины или антинейтрины. Здесь может быть, как показано, здесь может быть два типа участия этой нейтрины. Или получается вместе с железом пара нейтрина и антинейтрина. Или нейтрина принимает участие в качестве частицы исходной, и нейтрина же получается в результате реакции. Но первый тип реакции приходится тоже констатировать, что здесь совершенно непонятно, зачем же все-таки тогда лампа накаливания. А во втором случае понятно, что вот лампа накаливания генерирует нейтрина, которые, значит, происходят, которые образуют железо, и образуется нейтрина, которая имеет вот эту вот самую энергию, 21 мэр, всю эту энергию нейтрина и уносит. А здесь может быть нейтрина, сколько угодно, малая энергия. Но здесь уместно вспомнить аналогичный процесс, обнаруженный Луисом Кирраном. Образование кальция из калия в организме курицы. Это не может быть просто образованием кальция, поскольку здесь не будет соблюдаться закон сохранения импульса. Поэтому здесь, по-видимому, происходит вот тоже такого типа реакции, то есть нейтрина выступает в качестве одной из исходных частиц, и получается ядрокальция и нейтрина, высокая энергия, которая уносит всю энергию, которая выделяется в этой реакции. Вот поэтому курица может получать из калия кальций, но не сгорает в ядерном огне. Ну, я теперь перехожу, наконец, к третьему комплексу экспериментов. Сравнение эффективности различных веществ по отношению к избыточному теплоуделению. Это стало возможно после того, как был создан стабильный источник агента, рождающего ядерную трансмутацию на основе ламп накаливания. В первых экспериментах была использована установка с лампой накаливания в платочной воде, о которой уже шла речь в докладе. Ну, вот видите, лампа накаливания подвешена в кварцевой трубе, защищенной алюминиевой фольгой, ну и прокачивается вода, которая где-то охлаждается. Ну, рядом находится контейнер с исследованием веществом. И прослеживается изменение температуры в этом контейнере. Лампа включалась на одну минуту. За это время контейнер с образцом нагревался примерно на 1 градус. После выключения лампы происходило постепенное остывание. Ну, вот примерно по такой картине, это она несколько идеализирована, но была очень похожа. Если теплообмен с окружающей средой невелик, изменение температуры пропорционально мощности и времени, и времени тепловыделения. И обратно пропорционально сумме теплообмен костей контейнера и вещества, которые загружены в этот контейнер. А чтобы найти тепловыделение только в исследуемом веществе, надо измерить эффект от пустого контейнера и вычесть его из суммарного эффекта. Эти эксперименты показали работоспособность методики, но достаточно точные результаты получить не удавалось из-за очень сильной зависимости величины эффекта от расстояния. Для более точных и хорошо воспроизводимых результатов была создана специальная установка с точной фиксацией положения контейнера и четырьмя лампами накаливания, создающими достаточно равномерное поле облучения. Вот видите, вот здесь вот четыре лампы накаливания находятся. Далее идет экран, который отражает световое инфракрасное излучение. Далее идет вот эта рубашка, через которую прокачивается вода, которая минимизирует прохождение вообще тепла снаружи и внутрь. Ну и внутри находится исследуемое вещество в контейнере. Вот здесь вот показано... Здесь показана установка, вот фотография установки этой. Здесь что можно видеть? Вот цифра 1 обозначена реле временем. В данном случае оно включало лампу ровно на 10 секунд. Далее идет, ну здесь источник питания. 3 – это вот собственно сам реактор, в котором все происходило. Вот он в таком открытом виде со снятым наружным кожухом. Здесь видно две лампочки из четырех, далее там отражающий экран и рубашка, сквозь которую прокачивалась вода. Ну и собственно вот этот вот контейнер с исследуемым веществом, он загружался вот в эту самую пробивку, которая вот находится внутри. Ну еще что здесь? Вот здесь вот еще имеется фотодиод. Фотодиод он позволял отмечать на самописце, помимо изменения температуры. То есть вот этот момент, когда на самом деле был включен реактор. Ну и здесь вот еще имеется бассейн, такая ванночка с водой и внутри находилась помпа, которая позволяла прокачивать воду через вот эту охлаждающую рубашку. Ну здесь показаны примеры записи сигнала с датчиков температуры, а также сигнал с фотодиода. Видите, вот этот 10-секундный сигнал, когда была включена лампа, а это вот как изменялась температура. Ну здесь вот это очень короткое воздействие, оно было намного меньше времени установления равновесия, поэтому вот исследовалось, то есть регистрировалось вот этот вот максимум при температуре с пустым контейнером и с контейнером наполненным некоторым веществом. Вот эти эффекты здесь такие вот, ну да, примерно на 1 градус получается изменение температуры. Ну вот здесь вот примеры расчета тепловыделения, чтобы для некоторых веществ, для этого надо знать массу образца и контейнера, величину нагрева, удельные теплоемкости. Ну, вычисляется суммарная теплоемкость и суммарное тепловыделение. Ну и что получается, если вычесть контейнер? И вычисляется тепловыделение на единицу массы. Ну, чтобы для удобства сопоставления тепловыделение на единицу массы относилось к тепловыделению в эталонном веществе, в качестве которого был выбран алюминий. Ну, видите, в данном случае, допустим, в магнии тепловыделение получилось 1,6 больше, чем в алюминии. А в воде, и в тяжелой воде, ну, где-то в 3 примерно раза больше получилось, чем в алюминии. На следующем слайде приведены, да, более обширные результаты измерения обобщены в таблице. Вот на этом слайде здесь показаны данные, полученные только для элементов в чистом виде, не в химических соединениях. А на приведенном справа графике видно, что относительное тепловыделение снижается по мере увеличения атомного номера по закону, близкому к обратной пропорциональности. Снижение отлития до висмота более чем в 20 раз. На следующем слайде приведены данные о тепловыделении при 10-секундном облучении лампами накаливания не только чистых химических элементов, но и химических соединений. Ну, конечно, здесь вы не сможете все это высмотреть, но я скажу, какие вообще выводы из этого следуют. Они здесь вот показаны. Во-первых, элементы с маленькими атомными номерами, водород, литий, бериллий, бор, а также химические соединения, их содержащие, имеют наиболее высокое тепловыделение на единицу массу, ну или на 1 на 1. Элементы с высоким атомным номером, а также химические соединения, их содержащие, имеют низкое тепловыделение. Третье. Наличие в химических соединениях с большим атомным номером элементов с маленьким атомным номером значительно повышает тепловыделение. Например, вот уксус на кислый свинец содержит много водорода, углерода, кислорода. Или вот пара вольфромат, аммония тоже содержит много водорода и кислорода и азота. Ну и теперь четвертое. Тепловыделение в веществах, содержащих детерий, таких как тяжелая вода и детерит титана, мало отличается от тепловыделения в веществах, содержащих водород. То есть простая обычная вода или титан-H2. Ну еще одно интересное такое наблюдение, которое надо подумать. Тепловыделение в монолитных металлах, исследованы монолитные такие титаны, как титан, железо, никель, мало отличается от тепловыделения в микропорошках. То есть в данном случае эффект не зависит от того, в каком состоянии в раздрогленном или в монопристолическом находится веществе. Ну и, пожалуй, можно уже сделать такие обобщения. Ну что можно на основе этих экспериментов заключить? Эксперименты с лампами на карьере подтверждают, что раскаленные металлы порождают агент, вызывающий тепловыделение и ядерные трансмутации в окружающем веществе. Ну это еще одно подтверждение, уже было много опытов, которые это подтверждали. Но одним из проявлений этого агента является изменение параметра полупроводниковых приборов. Анализ изменения элементного состава алюминия, облученного лампой накаливания, дает указание на то, что наиболее вероятными претендентами на агент, вызывающий ядерные трансмутации, является нейтрино и антинейтрино низких энергий. Ну и наконец, исследование тепловыделения в различных веществах от агента, возникающего в лампах накаливания, показало, что наиболее эффективно оно происходит в легких элементах, в водородиях, литии, бериллии, боре и в химических соединениях, их содержащих. Ну и вот, пожалуй, еще как раз 30 минут. Спасибо. Спасибо. Ну, вообще-то у нас 20 минут доклад, а остальное время 10 минут мы на вопросы и на... Давайте обсудим на круглом столе тогда. А, хорошо, это хорошее предложение, хотя тут есть два вопроса. Я бы все-таки послушал их. Вот Егоров, он сам первую руку поднял, еще только ты первое слово сказал. Очень коротко, короткий вопрос, Евгений, пожалуйста. Вот, Александр Георгиевич, Вы ведь используете кварцевые лампы, да, с нитью накаливания. Они, как известно, газонаполнены. То есть, там для того, чтобы понизить температуру спирали, используют цитаргон и гелий там, еще что-то. Понятно, она не вакуумная, она, там все-таки газ-аргон, да, и там галогены еще. Да, вот, на мой взгляд, здесь вот... Вопрос, вопрос, не соображение, а вопрос. Вопрос. Ну, надо делать, чтобы там аргона не было, которые ионизованы, которые... Это не вопрос, это предложение. Евгений, хорошее замечание, молодец, но вопроса нет. Спасибо, я просто тороплюсь, чтобы в программу вписаться. Сергей Годин, вопрос, последний вопрос. Да, Александр Георгиевич, спасибо за доклад. У меня один маленький вопрос. А вот с диодами меня очень впечатлило. А повторяемость есть? Все ли диоды показывают такие характеристики или это отдельные экземпляры? Да, в основном работают... Лучше всего работают высокочастотные диоды, где-то такая вот маленькие кристаллы, маленькая область, где ПН-переход. Вот если взять силовые кристаллы, то там трудно вообще достичь каких-то ощутимых результатов с этим оборудованием. Все-таки это... Это повторяемость. Повторяемость? Повторяемость нет. Повторяемость не особо хорошая. Если взять одного типа диод, то он тоже дает эффекты. Но эти волны, они как-то по-другому пойдут. Хорошо. Спасибо, я понял. Спасибо. Спасибо за вопросы. И у меня... Значит, да, спасибо, Саша. Вот и теперь ты давай будешь генералом у нас. Я помолчу. И вот все-таки слово дам, наверное, следующему автору. Влад Жигалов у нас следующий. А председателем у нас будет Пархомов сейчас. Пожалуйста, Влад. Саша, убери свою презентацию и Владу дай место. Так. Удеваем презентацию. Остановить вот так, да? Да, все. Молодец. Остановил. Коллеги, здравствуйте. Сейчас у меня откроется экран. Так. Запускаю презентацию. Ну, надеюсь, что видно, слышно. У меня доклад очень удачно организаторы поставили сразу после доклада Александра Георгиевича, потому что я буду рассматривать другой аспект, который связан именно со странным излучением. А именно, вот в заголовке, значит, движение твердых частиц вдоль поверхности. И, собственно, вот это движение и образует треки странного излучения. Ну, вкратце буквально, что эти исследования, благодаря Александру Георгиевичу, собственно, и шли где-то с 2017 года. Были исследованы, значит, треки от двух типов реакторов. Никель-леподородный горячий реактор и реактор плазменного электролиза. Были, значит, разработаны методики численной оценки интенсивности треков. Но сегодня я буду говорить не столько про интенсивность треков, сколько про, собственно, сам вид треков. Как вот их можно изучать, какими методами и что это все дает. Ну, вот при небольшом увеличении, вот два кадра здесь показаны, это фрагмент DVD, ну, какого-то участка DVD-диска, да, вот здесь треков нет, а здесь их очень много. Их видно, в принципе, и невооруженным глазом тоже. Когда мы впервые посмотрели вот на наши эти треки, скажем, на DVD, там на слюде, вот в электронный микроскоп, мы очень удивились, потому что вот самые интересные, пожалуй, виды треков – это периодические. Они были не просто периодические, а там вот каждый период, он был точной копией предыдущего периода, да. Причем вот здесь показан, скажем, пример такого трека в виде галочки, ну, тут несколько, ну, порядка, может быть, сантиметра вот в длину вот так вот, да. И эта галочка, она здесь имеет такой вот, ну, голову, да. Да, непонятно, что это, то ли это из этой частицы, из этой точки происходит разлет вот в два таких вот трека, или здесь частица двигалась, на что-то натолкнулась, отразилась. Но факт остается фактом, что и в одном полутреке, и в другом полутреке вот эти вот периоды, они являются точной копией друг друга, вот при большем увеличении, это очень хорошо видно. Здесь, ну, скажем так, в пределах разрешающей способности электронного микроскопа, а это в данном случае, ну, десятки нанометров, видно, что все фрагменты вот этого отпечатка, они прямо вот, ну, по сути, это очевидно отсюда, что это движется частица, и она просто штампует сама, ну, как бы вот по поверхности, да, штампует свой экземпляр. В 2021 году вот были продолжены эти эксперименты, источником как раз выступали реакторы Пархомова с лампами накаливания, чувствительный материал был все тот же, в основном это DVD, статистику треков мы тоже анализировали, но прежде всего мы смотрели, и вот в сегодняшнем докладе, прежде всего я покажу, что еще мы увидели в оптическом, так сказать, микроскопе, электронном и атомно-силовом микроскопе. Ну, вот пример типичной такой экспозиции, вот так экспозиция выглядела, несколько дисков, как правило, они стоят вот вокруг реактора на разном расстоянии, в разные позиции, ну, вот конструкция реактора, вот Александр Георгиевичем, была уже описана, и вот пример результатов этой экспозиции, вот только один диск из трех, который стоял как раз, вот он смотрел буквально на этот реактор, на эту трубку на расстоянии 7 сантиметров от вольфрамовой спирали, вот он набрал значительное число этих треков, суммарная длина треков, вот такой был критерий при оценке интенсивности. Ну, и буквально еще один кадр по статистике, чтобы дальше уже об этом не говорить, подтвердились предыдущие результаты, что действительно есть некая ближняя зона до 20 сантиметров от реактора, ну, в данном случае от горячей точки вот этого реактора, где и образуются треки. Дальше 20 сантиметров треков практически не образуется, там, ну, некое фоновое, скажем так, количество, получается, на пару порядков меньше. Вот давайте посмотрим, я сегодня буду показывать три, детально, три периодических трека, довольно, ну, таких длинных с точки зрения, так сказать, вот странного излучения, и несколько гладких. Вот периодический трек, небольшой фрагмент, здесь я еще раз хочу подчеркнуть, что здесь вдоль вот этого трека происходит точный повтор вот этих вот отпечатков вот этой вот той частицы, которая здесь вот, значит, движется. Вот можно рассмотреть два фрагмента. Один фрагмент вот такой вот немножко овальный, второй, ну, ее назвать можно чертик такой, в форме чертик. Вот они, этот овал и этот чертик, они чередуются, и вот как будто бы что-то тут такое проехало, так сказать, прокатилось. Вот это был, значит, как это выглядело в электронном микроскопе. Вот для сравнения, как выглядит АСМ-снимки, то есть это атомно-силовой микроскоп, я напомню, что это просто зондовый метод, там такой тоненький зонд, он идет над поверхностью и, не касаясь поверхности, ее как бы так вот удаленно ощупывает. Вот эти два метода электронным микроскопом, растровый электронный микроскоп и атомно-силовой микроскоп, они, каждая имеет свои особенности, и они взаимно дополняют друг друга практически идеально. Дело в том, что вот когда вы смотрите в электронный микроскоп, вы прекрасно можете разрешить вот по координатам вдоль плоскости, да, то есть вот здесь можно там до нанометров буквально смотреть особенности вот этой поверхности. А вот что касается координаты Z, то есть высоты, вы там практически не можете измерить вот высоту этих структур, которые получаются там от этих треков. Атомно-силовой микроскоп, вот этот вот снимок, он наоборот, он умеет с точностью до нанометра, условно говоря, очень хорошо ощупывать вот эту вот вертикальную координату, но у него немножко загрублена вот эта вот его разрешающая способность по X и Y, но совместно, если посмотреть на один и тот же участок, вот тогда идеально получается два этих метода. Еще атомно-силовой микроскоп, чем хорош, там можно прямо, ну, во-первых, строить такие профили вдоль каких-то линий, вот в данном случае вдоль линии 1, видно, что здесь есть какие-то углубления, есть какие-то выступы. А еще можно просто 3D-картинки строить, это вообще замечательно. Вот здесь показан пример вот того же самого, значит, участка, да, это вот просто 3D-картинка. Вот еще пример, да, вот тот самый там чертик, да, немножко вот здесь он развернутый. Тут, если, например, посмотреть вдоль линии 2, вот здесь она, вот профиль 2, вот этот красный профиль, видно, что в основном-то здесь как раз горы, а вовсе не вмятины. Ну, вот давайте посмотрим на один трек более внимательно, пройдемся от начала трека до конца. Вот в данном случае этот трек, это, ну, при небольшом увеличении, так он выглядит в обычный оптический микроскоп. Смысл был вот пройти вдоль трека, чтобы посмотреть, а как меняется, собственно, вот периодический трек, как меняется период, как меняется рисунок. Для этого просто вот вдоль вот этого трека шли просто по, ну, так сказать, в электронном микроскопе. Здесь не очень хорошо контрастность получилась вот на этой серии снимков, но, тем не менее, вот прямо вот там за электронным микроскопом мы измеряли периоды вот в начале трека, в начале трека, в конце трека. И вот видно, что если двигаться снизу вверх вдоль этого трека, а сам трек примерно миллиметров 5 длиной, то в начале этого трека период равен 199,5 микрона, дальше он уменьшается, там, 198, 194, и в конце трека 189 примерно микрон. Еще один трек, тоже он примерно несколько миллиметров в длину, он тоже периодически, но интересно, что здесь начало трека, он начинается как гладкий трек. Такие треки тоже бывают, когда то ли в начале что-то скользит, потом начинает катиться, то ли наоборот, ну, короче говоря, вот тоже вот этот вот участок, он иногда встречается в ряде треков. И опять-таки, вот если мы примем, что вот это начало трека, пройдем, пройдем, тут в один кадр они не умещаются, конечно, да, и дойдем до конца, и тоже измерим все-таки период. Вот мы видим, что движение слева направо, что у нас с периодом происходит, 85 микрон, 90, 90, 92, то есть в концу 92. Ну, здесь в данном случае я бы сказал, что как раз вот эта частица, она должна, в принципе, всегда двигаться в сторону уменьшения вот этого периода, уменьшения диаметра. Дальше я немножко еще про это буду дальше аргументировать. Ну, вот мы видим, да, что вот в периодических треках можно заметить, если в электронном микроскопе измерять прямо на рабочем месте, можно заметить вот эти вот изменения периода. Вот очень интересный двойной трек. Здесь мы видим, ну, во-первых, и в оптике видно, что он двойной, да, то есть, ну, это не редкость на самом деле, еще там в первой работе у Русскоева там прям вот такие вот двойные треки, такие, ну, их очень много, и на самом деле гладкие треки тоже сплошь и рядом, некие параллельные такие линии. Да, сразу пока не забыл, дело в том, что вот в наших исследованиях периодические треки – это скорее редкость. То есть основная масса – это главные треки, это гладкие треки, которые я дальше тоже покажу. Ну, условно говоря, может быть, несколько процентов из них имеют периодический характер. Вот вблизи этот двойной трек выглядит довольно интересно. Вот левый край трека, здесь видно, что вот эти вот две параллельные, два параллельных следа, они как бы, ну, идут уже, они разделены, да, то есть вот как будто движутся там два, две частицы независимо. А вот правый край трека – это еще движется одна частица. Вот тут прям вот все эти перешейки, да, очень хорошо видны. А потом она как бы разделяется. Вот тут вот на этой картинке можно, условно говоря, выделить вот это вот соседство вот этих вот двух вмятин, да, которые постоянно повторяют, чередуются, ну, как похоже на Северную и Южную Америку. Вот если внимательно приглядеться, видно, что немножечко, ну, как бы по фазе они немножко здесь дышат по отношению друг к другу. Это позволяет говорить, что это две независимые частицы уже дальше идут. И вот, опять-таки, если измерить здесь периоды треков, вот, скажем, вот эти А, Б, Ц, Д, это у нас движение трека слева направо, да, под 52, 51, потом 57, 67. То есть вот когда эта частица еще целая, когда она еще не разделилась, у нее максимальный период, а значит, ну, условно говоря, ее максимальный размер. Потом вот здесь вот она уже раскололась, она уже катится двумя фрагментами, и видно, что каждый из этих фрагментов уже имеет период меньше, значительно меньше, и в конце уже докатывается с периодом, ну, там где-то 50 микрон вместо 67 начальных. И вот еще один, это уже получается четвертый, да, периодический трек. Здесь было очень интересно посмотреть, а что же происходит. Вот очень часто и гладкие треки, и периодические треки, они демонстрируют вот такой вот резкий поворот, то есть такой клювик. Это такая, ну, типичная, как бы, конструкция, видна очень часто. Вот смотрите, что здесь происходит. Некая точка излома, и дальше я более детально покажу. Ну, вот здесь вот мы видим, что даже визуально видно, что более жирный трек, вот он здесь вот снизу, да, а здесь, получается, некие, ну, параллельные уже такие следы, параллельные треки, более слабые, более слабо выраженные. И вот если теперь здесь внимательно опять-таки поизмерять период и вот этого более жирного трека, и вот этих вот параллельных как бы линий, здесь можно увидеть ту же самую, по сути, идею, что мы видим, что большая, ну, большая частица, да, она подкатывает вот отсюда, период 72 микрона. Дальше она в этой точке, получается, разваливается, потому что дальше мы видим, ну, вот этот вот резкий поворот и несколько параллельных треков, некоторые из которых потом сразу же пропадают, но тем не менее вот видно, что вот этот вот фрагмент, да, вот он здесь, явно что-то здесь двигалось. И вот всегда вот эти все, ну, как бы вторичные треки, они имеют период меньший, вот самый длинный, это 62 микрона, а есть там 48, там 45, 44, вот эти вот периоды треков. Можно, конечно, тут же поделить этот период треков на пи, и мы получим размер частицы, которая катится, если в предположении, что это катится, без проскальзивания. Получается, что если вот типичные периоды треков, которые мы видели от там 20 до 200 микрон, то получается, что сами эти частицы, которые вот так вот оставляют, ну, как бы вот эти вот свои следы, свои штампы, да, при вот таком качении, они имеют размер от 7 до 70 микрон. И немножко про гладкие треки, хотя они вот большинство, так сказать, имеют по количеству, они не имеют таких интересных как бы особенностей, как периодические треки, но все равно кое-что из них можно выжать. Вот как это выглядит в электронный микроскоп. На самом деле их удобнее всего смотреть именно в атомно-силовом микроскопе. Вот пример АСМ-снимка. Значит, типичные треки, они, как правило, такие параллельные борозды. То есть вот если теперь мы сделаем такое сечение и посмотрим профиль, мы видим, что, ну, вот как будто бы протащили какое-то здесь вот тело такого микронного размера, да, то есть вот здесь вот ширина вот этого трека порядка 10 микрон, но видно, что она такая вот состоит из отдельных параллельных борозд. При этом я хочу сразу заметить, что вот масштаб по высоте, да, и масштаб по вот этой вот в плоскости, по длине, он здесь отличается существенно. Ну, так вот привыкли смотреть на АСМ-снимки вот в профиле, да. Здесь это микроны, а здесь доля микрон. То есть на самом деле глубина вот этих вот треков, ну, это, как правило, доля микрон. Ну, в данном случае вот углубление идет всего лишь на 200 нанометров, вот этот вот выступ на 250 нанометров. То есть на самом деле надо еще учитывать вот этот вот масштаб. Вот еще типичная такая картинка. Если взять какой-то такой более глубокий, что ли, гладкий трек, вот здесь в такой картинке очень хорошо видно, вот такие получаются гладкие достаточно желобки с обязательными выступами. И здесь опять-таки я должен предупредить, что масштаб здесь, видите, какой это доля микрона, а здесь вот все-таки микроны. И, конечно же, было бы интересно просто посмотреть, промоделировать, что если мы возьмем такой гладкий вот этот вот вмятину, такой продолжающийся, да, вот если что-то, мы предполагаем, что что-то там тащится, да, и вот так вот разрушает поверхность, проминает ее. Вот здесь уже как раз я масштаб сделал один к одному примерно. То есть вот масштаб по оси Х и вот по высоте в данном случае этих профилей совпадает. И вот тогда можно чисто геометрическими такими расчетами элементарными посмотреть, ну, условно говоря, диаметр вот этой частицы, которая здесь протащилась и которая, ну, вот оставила такой вот трек. Вот видно, что очень хорошо сюда вот этот вот такой шарик как бы условно вписывается. Оказалось, что диаметр этих частиц, ну, порядка 8 микрон. Вот в данном случае, в случае данного трека. Ну, а вдавливание происходит, ну, примерно до 100 нанометров. То есть не такие уж они глубокие, хотя вот они очень хорошо заметны даже в оптике. Мы можем оценить те силы, которые действуют на вот нашу поверхность вот этих материалов, да, со стороны частицы. Тут элементарные расчеты, если известно, известен предел прочности материала, в данном случае это поликарбонат, порядка 100 мегапаскалей. Если мы здесь вот посмотрим на площадь вот этой пятна контакта, да, ну, примерно порядка 5 микрон квадратных, ну, и перемножаем одно на другое, получается такая величина, ну, порядка 10 минус 3 нанометра. Много это или мало? Ну, можно сравнить, например, сколько весит, вот сколько бы весила такая частица диаметром 8 микрон, если бы она, скажем, была, ну, имела плотность железа. Она бы весила на 7 порядков меньше, то есть вот тогда бы вес был там 0,2 на 10 минус 10 ньютона, да, то есть вот, ну, это так, чтобы просто оценить вообще, насколько сильны эти силы, которые прижимают эту частицу к поверхности и одновременно тащат ее вдоль поверхности. Вот здесь я должен обязательно сказать, что попытка как-то объяснить движение вот таких частиц, как, ну, не знаю, торможение, вот, условно говоря, летит, ну, как привыкли ядерные физики, да, когда вот работает с ионизированным излучением, ну, всегда это что-то вылетает радиально от источника и всегда оно там дальше тормозится в веществе, то есть растрачивает свою кинетическую энергию, да, потом где-то застревает, условно говоря, или останавливается. Вот здесь такая модель не работает, потому что, во-первых, всегда эти частицы вдоль поверхности, во-вторых, они здесь на всем вот этом интервале, вот эти миллиметры, иногда есть треки сантиметровых длин, они все прижимаются к этой поверхности, и в данном случае мы видим, что они еще и катятся. То есть представить себе, что это происходит чисто, ну, как вот кинули, не знаю, там, камешек в стену, он должен, в принципе, оставить там маленькую вмятину и улететь, да. Здесь мы видим, что это как будто мы в данном случае кинули камень на ледяную поверхность, на какого-то озера, да, и вот он там катится или скользит. Обязательно, чтобы там вот этот вот протяженный трек оставался, обязательно нужно, чтобы эта частица прижималась, ну, вот в случае там камня и льда, ну, силой тяжести, очевидно, да, там работает сила трения, сила тяжести. Вот здесь обязательно должна быть сила, которая прижимает эту частицу, ну, и как бы возит ее вот носом по столу, да. Ну, выводы, они здесь в данном случае просто, ну, как бы вытекают из этих фактов. Я специально сконцентрировался исключительно на вот этом вот аспекте, да, то есть не рассматривал там какие-то вещи, о которых я докладывал там весной там на семинаре, да. Значит, вот, во-первых, реакторы с галогеновыми лампами накаливания, с водяным охлаждением являются действительно эффективными источниками странного излучения. И еще раз была подтверждена гипотеза о том, что вот эти треки образованы движением твердых частиц микронного размера. Вот это, на мой взгляд, это, конечно, интерпретация, да, то есть это не тянет на какую-то теорию, там, какую-то вот такую развитую, потому что мы до сих пор не знаем на самом деле природу этих частиц, природу сил, которые вот так вот движут этими частицами. Но, тем не менее, из этих снимков, из этих вот результатов вытекает, что это действительно движение твердых частиц. Соответственно, здесь, в этом исследовании было показано, что, судя по всему, эти частицы в ходе вот этого движения постепенно разрушаются. То есть у них, ну не знаю, может происходит деформация, в ходе которой меняется их размер, и мы видим, что они еще умеют на самом деле разрушаться, то есть раскалываться, и вот эти вот, ну поворотные какие-то вот эти точки, да, на самом деле что-то там с этими частицами происходит. И вот это пока этап, который у нас только в планах, вот если эти частицы действительно разрушаются, может быть, все-таки чувствительными методами удастся посмотреть, ну вот те, как бы, части этих частиц, которые должны застревать на самом деле по ходу их движения. То есть, скажем, вторичная ионная масса электроскопии, как чувствительный метод, он, ну как бы, такой качественный метод исследования, да, может быть, найти что-то, следы каких-то вот этих веществ, которые там есть. Здесь на самом деле, конечно, загадок очень много. Мы не знаем, куда эти частицы деваются на самом деле, потому что, ну хорошо, мы можем предположить так условно, что они вылетают из реактора, ну причем вылетают, судя по всему, из спирали. На это тоже есть свои аргументы, но как они пролетают через стенки реактора, непонятно. Почему в какой-то момент, пролетев через стенки реактора, а некоторые реакторы герметичны, прилетев через стенки реактора, они потом начинают все-таки сталкиваться с веществом вдоль поверхности, так сказать, бороздить эту поверхность, то есть они уже тогда явно, так сказать, не проникают за пределы вот этого материала, да, то есть материал является препятствием. А самое главное, куда они потом деваются, потому что вот эти размеры, ну вот смотрите, там вот у этих периодических треков период порядка 200 микрон, и размер получается этих частиц, делим на пи, получается 70 микрон. Вообще-то говоря, 70 микрон – это такая частичка, которая должна быть видна и невооруженным глазом тоже. А вот сколько мы не смотрели рядом или не рядом на этих дисках, мы не видели ничего похожего, что бы могло оставлять такие треки. Разумеется, там полно пыли, да, это не вопрос. Но пылинки, они выглядят совершенно не так, и они, в общем-то, никогда мы не видели частиц, которые бы вот, ну типа вот она прокатилась, она ставила трек, и она там лежит. Вот такого мы ни разу не видели за несколько лет вот таких вот целенаправленных, так сказать, исследований. Ну это вот нужно впереди, так сказать, продолжать эти исследования обязательно. Я очень рад, что в рамках этой конференции, ну сразу несколько докладов, я надеюсь, что интересных, посвящено именно странному излучению. Это нужно продолжать обязательно. И хочу еще раз подчеркнуть такую мысль, что, судя по всему, странное излучение, мы пока еще далеки от разгадки, просто потому что мы еще не знаем далеко, ну не всех фактов, которые мы, в принципе, должны знать, чтобы построить адекватную теорию. Ну на этом у меня все, вот тут немножко список литературы. Спасибо большое за внимание. Ну большое спасибо Владиславу Анатольевичу за очень, мало сказать, интересный доклад, замечательный доклад, очень информативный, и который нам делает много загадок, которые мы должны будем разгадать. У меня по этому поводу есть некоторые соображения, но, может быть, я их изложу вечером во время круглого стола. Ну а теперь переходим к вопросам. Ну времени не так много осталось, давайте краткие вопросы и краткие ответы. Андреевич Сталинов первый. Ну я, прежде всего, хотел бы Владислава поблагодарить за очень интересный доклад. А у меня все-таки такой вопрос. Ну, в общем-то, предлагается все-таки какая-то модель, да, вот модель катящихся частиц. Ну такая интересная наглядная модель, но все-таки по поводу сил есть какие-то гипотезы? Потому что это ключевое, если мы не сможем объяснить, что это за силы, но, в общем-то, все это как-то подвисает в воздухе. Путез, вот у меня есть только, скажем так, методами исключений. То есть вот если мы знаем хорошо устройство этих реакторов, можно сразу сказать, что там нет таких вот выдающихся электромагнитных сил. Они могут каким-то, условно говоря, неким чудесным образом появляться на поверхности или появляться, ну, в силу, опять-таки, необычности самих этих частиц локально. То есть вот, условно говоря, эта частица окружена неким локальным полем. И этим полем, ну, не знаю, она прижимается к поверхности или еще что-то. Но в самом реакторе, вот насколько мне известно, и там же множество реакторов есть, да, и как источники странного излучения, нет источника таких больших сил, которые бы могли вот так вот поступать с частицами. А самое главное, что это за частицы непонятно. Поэтому, ну, вот пока, скажем так, у меня нет ответа. Понятно. Ну, вот попросим в оба Гриньере. Спасибо, Влад, за вашу интересную информацию. Вы слышите меня? Да. Возвращение мы снимали треки на веб-кам-сенсорах и снимали аналоговые видео о них в плазма-чамбе, но, в общем, это же, что многие треки были из-за треки на веб-кам-сенсорах. We have simulated these using dust or crystals between lower hardness witness materials. Have you ever tried to simulate the tracks and what were your findings? Please, more slowly. I didn't understand. OK, so we have witnessed these tracks on a sensor in a webcam and also recorded videos of similar tracks in a plasma chamber. However, we've also replicated the type of periodic tracks, some of the types of periodic tracks, where we take a little piece of something and we put it between two. Yes, yes, I see. Like this. Have you tried to replicate that? And what are your findings? No, no, I didn't try to replicate this movement. But I think that the small dust particle will be, we would see this particle on the surface. But we didn't see any particles that... Влад, он тебя спросил, ты повторял эти, пытался повторить или нет? Нет, не повторял. Вот и всё, точка. Ответ на вопрос Боба. OK. Боб. Боб. Боб, no indication of this experiment we can do. Давайте ускоряться, потому что время, со временем очень сложно. Следующий Александр Косарев. Очень быстро, потому что время... Боб, sorry, only one question. Only one question, sorry. Владимир Анатольевич, вот насчёт параллельных треков. Вот когда я рассматривал параллельные треки на DVD-дисках, у меня сложилось впечатление, что это оптический эффект, потому что всё слишком хорошо повторяется. И самое главное, когда начинаешь несколько шевелить вот этот DVD-диск и треки, то сближаются, удавляются. И второй вопрос. Вы пишите, что всегда вдоль поверхности. Но нам Широносов на одном из крупных слов показывал, что целую область и вмятин. Ещё Валерий Зателепин говорил, что это новые треки. Ему самому удавалось получить целую область уже больше вмятин, чем показал даже Широносов. Понятно. Давайте с второго вопроса я начну отвечать. Мы вот в наших условиях, вот с нашими материалами, вмятин не видели от слова совсем. Вот это тоже удивительно. Я ни в коем случае не оспариваю результаты других исследователей. Вот то, что мы видели, это гладкие треки. Наверное, потому что мы методику были, наша методика была заточена под то, чтобы считать длину треков. Может быть, мы какие-то пропустили что-то. Первый вопрос по поводу параллельных треков. Нет, это не артефакты подсветки, это не артефакты DVD, вот этой сложной какой-то цветовой структуры. Иногда может казаться, что DVD, вот эта дифракция там очень сильно мешает на самом деле. Но вот те параллельные треки, которые я сегодня показывал… Они действительно параллельные. Что там говорить? Да, они объективно существуют. Это видно разными методами микроскопии. В общем, ответ на вопрос Косарева – это не оптический эффект. Это действительность. Вот на силовом микроскопе это можно было бы подтвердить, например, Влад, что вы действительно на силовом микроскопе видите две дырки, видите два трека. Да, да, да. Это вот здесь на кадре как бы соседнего трека не видно, но вот там таких много. Давайте следующий вопрос. Ну хорошо. Давайте последний вопрос, Анатолий Никитин. Да, Влад, два коротких вопроса. Первый – как вы объясняете происхождение треков-близнецов? И второй – допускаете ли вы наличие электрического заряда у этих частиц, о которых вы говорили? Про заряд я ничего не могу сказать, потому что тут нужно делать целенаправленные эксперименты. Скажем так, пока экспресс-эксперименты, которые мы проводили несколько лет назад, они не дают ответа. По поводу треков-близнецов – это для меня мистерия, загадка, у меня объяснения этому нет. Но это характерная особенность ранного излучения. Ни в коем случае нельзя выкидывать это из теории. То есть, если вы планируете сделать теорию, вам нужно обязательно учитывать треки-близнецы. Спасибо. Но вы не можете сказать, что если нам удастся узнать причину появления треков, это будет некий вклад в понимание природы этих частиц. Можно так утверждать? Думаю, что да. Спасибо. Пора переходить к следующему докладу. Саш, там два вопроса еще у Евдокимова и у Чижова. Ну, только по-быстрому. Давайте. Я там свернусь. Только несколько секунд. Давай. Можно задать, да? Да, да. Вопрос следующий. И вот угол размещения CD-диска по отношению к лучу, если он абсолютно преподникулярен, это одно. Если даже на один градус изменится по отношению к нормали, к лучу, откуда исходит, у нас кратая трека должен быть другой. То есть высокая чувствительность должна быть к углу наклона, к нормали, к этому лучу. Вот вы исследовали размещение пластин в CD-дисках под разными углами? Мы по-разному располагали диски, и никакой зависимости ни формы треков, ни их интенсивности от того, как мы эти диски разворачиваем, вплоть до того, что ну просто вот поверхность смотрит от реактора, да, никакой зависимости мы не нашли. Что-то хаотическое происходит в ближней зоне, как будто, ну не знаю, газ некий такой, да, вот он вылетел, да, и вот начинает там, значит, как-то хаотически двигаться, но закономерности нет. Влад, ну все правильно. Ну давайте. Прикулярно и неприкулярно не имеет значения, да? Нет. Последний краткий вопрос Чижок, давай. Значит, Влад, я вот говорил тебе, в интерферационном свете вы не смотрели на трек? Нет, нет, не смотрел. Дело в том, что вот все ваши измерения, которые вы представили, ну большая работа действительно проведена. Что там говорить? И размеры померили, и, так сказать, показали и параллельность треков, их идентичность. Вот. Но вы посмотрите все-таки в интерферационном свете. Я не думаю, чтобы в МИЭТе не было МИМ-5 и МИМ-4, интерферационные микроскопы. Вот. Вы увидите, что это, в общем-то, наплывы. Понимаете, там у вас прошло плавление. И даже когда вы на МИЭТе смотрите, если вы резкость не наведете, вот на пылинку наводите резкость, то у вас внутри расплывается трек. То есть он внутри у вас находится, а не наружу. Вот в чем дело. Это уже не вопрос, это уже рекомендация. Да. Есть ли вопрос? А вопрос такого плана, что вы говорите о том, что это накат идет. Но у меня вот другое мнение по этому поводу. Вопросов нет, короче, все. Ну, все. Давайте к следующему докладу. Спасибо. Анатолий Кринков, Зателепин, Шишкин и другие. Много авторов. Мощное воздействие лазерного луча, прошедшего через оптоволоконную линию в окрестности электрического разряда на поверхность CD диска. Это совершенно новое явление обнаружено. Давайте послушаем. Очень интересно. Давайте я тогда попробую включить свою презентацию. Я не так часто это делаю. Я тогда, если позволите, не буду переходить в большой режим полного экрана, потому что я люблю смотреть на то, что будет на следующем слайде. И начну так смотреть, с учетом боковой демонстрации следующих слайдов. Извините, пожалуйста. Итак, эксперимент по перемещению частиц неизвестного излучения по оптоволоконному кабелю при пропускании лазерного луча. Баранов-Зателепин-Шишкин. Баранов-Зателепин в лаборатории Нелис. Шишкин, лаборатория АВК Бета, город Дубна, Московской области. Значит, надо сказать, что идея этого эксперимента принадлежит Шишкину. Он его предложил. Мы его несколько усовершенствовали. Сейчас я поясню, в каком плане. Но это дало свои какие-то результаты. Значит, вот идея эксперимента. Мы на прошлой конференции, а это было два года назад, давали доклад, который называется «Конвективный перенос темного водорода». Суть этого доклада состоит в том, что проходил разряд в закрытой емкости в водо-воздушной среде, электрический разряд высокого напряжения. И потом вот эта водо-воздушная среда по шлангу передвигалась, по сути дела, по шлангу, потому что это паровая смесь, смесь воздуха и воды передавалась на некое большое расстояние, порядка метра. И в другую камеру пластиковую, в этой другой пластиковой камере были расположены CD-диски, на которых мы регистрировали следы неизвестного излучения. Так вот, оказалось, что такого же типа следы, вот я подчеркиваю, следы, что мы видели в первой камере, где были разряды, мы обнаружили их в другой камере, удаленной, примерно на метр и даже чуть больше. Вот это работа, посвященная конвективному. Отсюда мы сделали вывод, что частицы неизвестного излучения, оставляющие следы на CD-дисках, они передаются, передвигаются, могут передвигаться вместе с двигающимся по шлангу. По такому, значит, по шлангу, по сути дела, это водопроводный шланг, обычный садовый шланг, пластиковый, могут передвигаться вместе с водовоздушной средой. Эта работа опубликована. Я, кстати, хочу сказать, что мы всегда CD-диски помещаем в пластиковые конверты. Пластиковые конверты, и мы крайне редко, крайне редко регистрируем треки. Мы регистрируем в основном, ну это 95-98% регистрируем только кратеры, только кратеры. Треки почти не регистрируем. Настоящий на эксперименте, возвращаясь к этой работе. Мы показали, что частицы неизвестного излучения могут перемещаться от источника частиц неизвестного излучения вдоль по оптоволоконному кабелю на расстояние около 10 метров. Частицы неизвестного излучения, перемещенные от источника вдоль по оптоволоконному кабелю, разрушили поверхность детектора в точке выхода лазерного излучения из оптоволоконного кабеля. Я здесь вот термин частицы неизвестного излучения, потому что я уже много раз говорил, еще раз повторю, что термин странность – это есть квантово-механическая величина, которая сохраняется в реакциях, в различных взаимодействиях. Это физика частиц, и этот термин использовать, ну вот сбиваем людей, которые думают, что мы про те самые частицы, при которых сохраняется вот эта квантово-механическая величина странности. Поэтому я вот неизвестность использую, неизвестные частицы. Значит, как устроен билл-стенд? Вот смотрите, значит, вот один, я вот здесь показываю, это лазер. Из него это два типа лазера. Мы использовали один лазер – это зеленого цвета и один лазер красного цвета. Значит, красного цвета слабой мощности, порядка 1 милливатта, а зеленый примерно 0,3 ватта, примерно 100 раз более мощный. Значит, вот лазерный луч попадает в оптоволоконную линию, которая свернута вот такой спиралью, там примерно 10 метров этого оптоволокна, и дальше оптоволокно выходит, это все помещено в некоторый контейнер, выходит, проходит там примерно сантиметров 20, другой контейнер, в нем все это свернуто еще в одну такую бухту, в которой тоже примерно 7-8 метров, и потом выходит из этого контейнера, это оптоволоконная линия, и вот на высоте от примерно 2-3 сантиметра от поверхности CD-диска, вот здесь CD-диск, на расстоянии 2-3 сантиметра. На CD-диске обычно мы клали вот 8, обычно мы клали магнит, сейчас покажу какой магнит. Значит, вот в этой первой камере, в которой свернута бухта из оптоволоконного кабеля, помещен разрядник в пластиковом таком небольшом пенальчике. Мы теперь разряды располагаем внутри пеналов таких специальных, мы их делаем из, по сути дела, из вот этих шприцев, медицинских шприцев, они разного размера бывают, очень удобно. В них все это в закрытой емкости, в разных определенных условиях, более-менее повторяющихся, можно делать эксперименты по разрядам. Вот этот контейнер с разрядником помещался в контейнер, где свернута бухта оптоволоконного кабеля и проводились эксперименты без включения разряда и с включением разряда. Вот, значит, ну тут вот некоторые характеристики стенда этого даны, вот я уже сказал, что два твердотельных лазера зеленого цвета и красного цвета. Камера из полиэтилена, вот размером 10 на 10 на 5 сантиметров, в которой все эти бухты располагаются. Про разрядник я тоже сказал. Теперь вот оптоволоконный кабель. Это многожильный. Его толщина примерно 2 миллиметра реально, но он, вот он смотан в бухту и уложен в камеру 2, а потом в камере 2 примерно 7 метров, а в камере 1 примерно 10 метров. Это все непрерывный кабель, длиной так примерно около 20 метров. Сейчас про оптоволоконную линию поговорим чуть подробнее ниже, это важно. Вот выходной конец оптоволоконного кабеля, из которого… А, ну это пояснение к этому рисунку. Значит, вот к рисунку, где показана схема экспериментального стенда. Значит, вот здесь типичная фотография CD-диск, и на нем лежит вот такой магнит, который мы использовали, и лазером мы точно светили вот этот центр. В магнитике в этом, это такой в виде бублика магнит, и в нем вот в центр, в эту область мы светили лазером, зеленым или красным. Значит, мы, ну из каких-то соображений, сейчас чуть ниже это будет, может быть, чуть-чуть яснее, мы считали, что это каким-то образом фокусирует то неизвестное излучение, которое из оптоволоконного кабеля будет выходить. На следующем слайде мы видим, как устроена оптоволоконный кабель. В нашем случае он состоит из 32 таких оптических волокон. Каждое волокно состоит, и потом там есть различные защиты вокруг него. В нашем случае только пластиковые, вот как здесь показано, пластиковые такие трубочки. Все это довольно слабо защищено в механическом плане, но нам это не нужно. Важно то, что это можно сворачивать, это очень легко использовать в бытовых даже целях. Это обычная передача интернет-сигнала по таким кабелям идет. В нашем случае это 32 таких оптических волокна. Каждое волокно, вот они тут видны, такие полупрозрачные, каждое волокно имеет диаметр 150 микрон, 0,1 миллиметра примерно, 0,15 миллиметра. И на самом деле свет проводит центральная часть этого волокна, диаметр которой всего 9 микрон. И проводимость света, не уход света в сторону обеспечивается тем, что между центральной таким ядром вот этого волокна и окружающей довольно толстой вокруг него шубой, вот у них разные коэффициенты преломлений, поэтому оптический луч не выходит. А он так там отражаясь, двигается вдоль этого волокна. Вот последовательность эксперимента. Мы включаем лазер и освещаем поверхность CD-диска. Напряжение на разрядник не подается, разрядник не генерирует частиц неизвестного излучения. Разрядник просто не работает. Через 12 минут, выдержка была 12 минут, лазер выключается. Точка CD-диска, которая освещалась лазером, исследуется под микроскопом с увеличением в 40 или 160 раз. Увеличение не очень большое, но достаточное для того, чтобы увидеть деградацию поверхности. Или фаза 2. Устанавливается новый CD-диск, включается лазер, и после этого включается разрядник, и начинается разряд, высоковольтное напряжение, которое, как мы думаем, генерирует частицы неизвестного излучения. Через 12 минут лазер и разрядник выключаются, и точка CD-диска, которая освещалась лазером, исследуется под микроскопом. Значит, вот на этом слайде мы видим результаты эксперимента. Слева без разряда, справа с разрядом. Мы видим, что даже если не было разряда, все равно поверхность деградировала. Но область деградации не очень большая и не очень глубокая. Почему мы можем сказать, что не очень глубокая? Потому что, хотя у нас нет силовых микроскопов, мы не можем исследовать глубины и так далее. Нет такого у нас оборудования. Но как-то мы так приловчились, наводя резкость и так далее. Мы понимаем, что это все не очень глубокое. А вот справа это то, что получилось в области освещения на CD-диске тоже за 12 минут. Но был уже разряд в некоторой удаленной точке этого оптоволоконного кабеля. Я еще раз хочу показать, как схема экспериментального стенда. Вот здесь, вот в первой бухте разряд, она довольно большая, 10 метров. Потом оптоволоконный кабель выходит во вторую бухту. Вот это сантиметров 20 примерно. Потом здесь он скручен. Здесь 7 метров кабеля. Потом кабель выходит и освещает. Вот здесь включаем разряд. От разряда до вот этой точки освещения луч проходит примерно 10 метров. Вот возвращаюсь к этому флайду. Итак, мы видим, что деградация поверхности кое-какая есть. А вот здесь она примерно в 100 раз выросла. Площадь области примерно в 100 раз выросла. Причем по освещенности мы видим, что она довольно глубокая. Вот эта область. Значит, это был зеленый лазер. Примерно 0,3 ватта. Теперь мощность. Вот область такой же самой деградации, но ломочным лазером, красным лазером. Здесь уже выдержка 33 минуты. Несмотря на вот такая картинка, не очень понятная. Вот на самом деле область, которая деградировала, вот она, не очень большая. Тут какие-то вот точки светящиеся, эта подсветка у нас, они тоже что-то там странное произошло. Но вот область деградации, она тоже довольно большая. И вот размер вот этой области фотографии примерно полмиллиметра. Вот это вот, если увеличение как-то проанализировать, вот это полмиллиметра. Вот можно оценить. Это речь идет о десятой, о менее чем десятая доля миллиметра. То есть менее чем 100 микрон и меньше. Значит, вот здесь вот у меня рисунок. Я еще раз хочу пояснить, как, значит, луч. Вот синяя область, это область, это устройство оптоволоконной вот этой линии. Значит, это область, толстая область 100 микрон, заполненная веществом с одним коэффициентом преломления. А вот центральная область всего 9 микрон с другой коэффициентом преломления. И происходит полное внутреннее отражение на областях с разным преломлением. И вот так двигаются оптические лучи. Значит, ну вот здесь поясняющие рисунки. Вот эти, значит, системы координат, которые вы здесь видите, они сейчас нам понадобятся, но чуть-чуть попозже. Мы к ним еще вернемся. Значит, вот мы выдвинули некоторую теорию, суть которой состоит в том, что если частица обладает, я считаю эту теорию очень важной, потому что, ну, я не знаю, конечно, всю литературу по электродинамике, но вот этих и таких соображений, о которых я сейчас буду говорить, я не встречал. Хотя я точно знаю, что на самом деле что-то новое запрести очень сложно. Обычно кто-то что-то похожее делал. Но если кто-то что-то покажет, я буду благодарен. Но пока для нас это новое. Мы вот эту гипотезу выдвигаем. Значит, смотрите, рассмотрим частицу, не имеющую электрического заряда, но имеющую магнитный момент. Я поясню, почему о такой частице мы говорим, потому что тут уже почти все знают, что мы продвигаем идею темного водорода, который является на самом деле не частицей, а таким маленьким атомом, составной частицей, который не имеет заряда, как и любой атом. Там все заряды скомпенсированы, количество положительных зарядов и отрицательных скомпенсированы, а вот магнитный момент не скомпенсирован. Эта частица имеет магнитный момент и довольно приличную массу. В этом смысле она является уникальной, таких частиц нет. И маленький размер. И вот пусть на частицу такого сорта, и мы не наставим, что это темный водород, но если допустить, что это что-то такое, и оно имеет магнитный момент мю-H2 с крышечкой, предположим, для определенности, на нее падает плоская электромагнитная волна. А вот здесь я показал какие-то типичные соотношения для плоской электромагнитной волны. Тогда на эту частицу электромагнитная волна действует с помощью силы, потому что в электромагнитной волне есть электрическое и магнитное поле. Вот что важно. Вот она вычисляется таким образом. Вот мю на градиент, это скалярное произведение, на b, вот так вычисляется сила, и действует еще одна составляющая действия этой электромагнитной волны на частицу. Магнитный момент действует моментом силы. Если мы умножим вот этот момент, магнитный момент умножим на величину магнитного поля, то возникнет механический момент, действующий на частицу. И тогда по второму закону Ньютона, вот эту формулу я показываю, мы можем рассчитать ускорение движения этой частицы, а вот по этому соотношению можем посчитать поворот. Я хочу обратить внимание, что вот скалярные частицы, там электроны, там протоны, имеющие электрический заряд, они не меняют свой заряд в ходе процессов. Заряд является постоянной величиной даже в теориях, связанных с относительностью. То есть это есть постоянная величина, которая не меняется в ходе эксперимента и не меняется в зависимости от той или иной системы координат. А вот магнитный момент, такая хитрая вещь, хотя это вроде бы какая-то одна штука, вот буковка одна, но это вектор. И в зависимости от того, как он повернется, действия очень и очень различные. Вот это все описывается вот этой системой уравнений. Значит, к сожалению, вот время летит просто как вода утекает. Значит, ну вот решая эту систему уравнений, так, четырех уравнений, мы определили, что оказалось, что вот, ну, может быть, если тут не думали, не анализировали, я могу сообщить, что вот на электрон, например, электромагнитная волна, скажем, вот свет, например, она не оказывает действия, результирующие, если проинтегрировать движение электрона за период колебаний этой электромагнитной волны. Потому что в один полупериод электрон сдвинется в одну сторону, во второй полупериод в другую сторону, и на этом, значит, его движение закончится, опять в той же точке, в которой он был. И точно так же магнитное поле будет действовать, там, правда, он немножко покрутится, но все равно будет крутиться в какой-то одной области. Никуда инфинитных, как математики говорят, движений не будет, а вот в нашем случае будет инфинитное движение. То есть получается такая вещь, что вот этот вот магнитный диполь, он начинает колебаться под действием электромагнитной волны, и в одну сторону он колеблется чуть-чуть больше, чем в другую. Так получится. И в результате он начинает двигаться под действием электромагнитной волны, под действием света. Свет толкает эту частицу, которая обладает только магнитным моментом. Вот здесь вычислено ускорение, значит, оно для случая вот этих лазеров, тут мы все как-то учли, вот тут предварительная формула есть, примерно, оно очень небольшое, один метр в секунду в квадрате. Но за время эксперимента, значит, вот эта частица, безусловно, может пролететь эти 10 метров и достичь поверхности CD-диска. Мы считаем, что в ходе этого эксперимента лазерный луч собрал неизвестные частицы, которые образовались в результате вот разряда, продвинул их вдоль по оптоволоконной линии, свет продвинул их по оптоволоконной линии и сконцентрировал в зоне магнита, вот как я вам его показывал. Значит, вот я еще раз сейчас покажу это. Вот в эту зону мы направляли луч лазера, и вот там это все сконцентрировалось, и там это выжбало, значит, вот такую дырку, значит, огромную дырку, ее просто глазом видно хорошо, на CD-диске. Кстати, я могу сказать, что CD-диск, вот несмотря на то, что в нем такую дыру вот на поверхности прожечь, если его вставить, значит, вот в компьютер, он прекрасно работает, потому что работает не поверхность вот эта вот пластиковая, а внутренняя там, где алюминиевая. А алюминиевая подложка прекрасно себя чувствует. Значит, ну я вот каким-то выводом продвигаюсь. Значит, мы показали и считаем, что так оно и есть. При взаимодействии магнитной частицы с магнитным полем электромагнитной волны происходит преобразование электромагнитной энергии волны поступательную и вращательную энергию частицы, про вращательное превращение энергии я не говорил сейчас ничего. Я только про поступательную говорил, но из каких-то общих соображений ясно, вам должно быть понятно, что и с вращательной степенью свободы этой частицы, там примерно такая же история будет, и она будет поворачиваться, поворачиваться и разгоняться, разгоняться в этом своем повороте. Энергия будет преобразовываться электромагнитной волны в поступательное и вращательное движение этой частицы, то есть она будет нагреваться электромагнитной волной, говоря человеческим языком. Очень важным является то, что взаимодействие вот такого типа, о котором я только что говорил, происходит непрерывно по спектру, без выделенных линий. Мы все время искали различные всплески спектров, которые, значит, вот где-то мы в рентгеновских спектрах должны что-то там регистрировать. Так вот, вот этот процесс, процесс поглощения, я вот сейчас говорю, это, в сути дела, поглощение. Если мы разогреваем частицу, электромагнитная энергия переходит, фотонов меньше становится, грубо говоря, а части из них превращается вот в механическую энергию этой частицы. Происходит по всему спектру, непрерывно происходит. Это очень важно. Так, ну вот тут какие-то свойства темного дорога, я не буду о ней говорить. Я просто покажу вот формулу, которую, значит, вот мы разработали. Это вот протон, потом внутри пара двух электронов на очень близких состояниях, и еще один протон. Вот так выглядит эта частица. И хочу обратить внимание, что сегодня об этом говорил Климов. Вот американцы дошли до этого, спустя 4 года после нас. Мы вот такие же структуры, они такие же структуры с гелием, там, с другими чем-то частицами, вот нам уже теперь предлагают. Мы это предложили 4 года назад. Ну вот выводы. Экспериментально установлено, что маломощный лазерный луч, прошедший по оптоволоконному кабелю рядом с разрядом высокого напряжения, выжигает за 12 минут на поликарбонате 7-диска область характерным размером 60 микрометров. Эти явления авторы объясняют тем, что лазерный луч двигает вдоль оптоволоконного кабеля частицу темного водорода, обладающую магнитным моментом и созданную в высоковольтном разряде. Создается высокая плотность частиц темного водорода на поверхности CD-диска. Высокая плотность этих частиц позволяет заметно окислить поверхность CD-диска. Здесь вот мы говорим о том, что эта частица действует на вещество как окислитель. Я об этом много раз говорил и раньше. Ну вот это наша, так сказать, точка зрения. Разработана расчетная модель для оценки средней силы, действующей на электронейтральную частицу, имеющую магнитный момент, поле электромагнитной волны. Я подчеркиваю, что это не сила Лоренца, это другая сила. Она тривиальным следствием является обычных уравнений электродинамики, но с такой необычной частицей. Разработанная модель может применяться и для расчета средней за период силы, действующей на электрон поле электромагнитной волны. Я бы тут мог порассуждать много о модели Томпсона и о фотоне, но не буду этого делать, чтобы вас не утомлять. Я просто хочу сказать, что электроны двигаются светом или электромагнитной волной, когда они располагаются внутри провода металлического. Вот несмотря на то, что там все колеблется туда-сюда, туда-сюда, и тот, кто считает, что электроны не двигаются, он не прав. Электроны двигаются. То есть, ну, Тесла тут в чем-то прав, а в чем-то и не прав. Значит, первый доклад я закончил. Ну... Спасибо, Валерий Николаевич. Ну, будем... Доклад очень не то, я бы сказал, не просто интересный, а он очень важный, потому что в нем описан новый, я бы сказал, до сих пор неизвестный эффект. Все новое для нас крайне важное. Теоретическое объяснение, конечно, тоже интересное, но, наверное, над этим еще надо подумать, как это объяснить. Ну, время исчерпано. Вопросы будем? Я бы предложил, значит, вот... Ну, во-первых, да, время исчерпано. Я бы предложил, может быть, и у меня еще два доклада. Вот я попробую за 20 минут уложиться, а потом тогда они с чем-то связаны, эти доклады и с этим. Ну, давайте вот закончим тогда с программой. Прочитать название первого вот этих докладов, да? Или вы сами скажете? Нет, я сам расскажу, да, Саш, сам расскажу, чтобы тебя не утомлять. Значит, теперь я два доклада, они очень соединены друг с другом. Два доклада. И первый доклад называется «Регистрация рентгеновского спектра детектора натрий-йод в окрестности парогенератора высокого давления». Значит, авторы Баранов-Зателепи в лаборатории МИС, Степанов, независимый исследователь, город Мытищи, Московской области, и Шишкин, Александр Львович, АВК Бета, город Дубна. Значит, вот Степанов, значит, закоперщиком этого эксперимента является Степанов Игорь Николаевич, который пригласил нас вот поучаствовать в этих экспериментах, потому что он их ведет уже много лет, и как-то вот он понял, что нужны какие-то новые люди, которые, может быть, по-новому посмотрят на эти эксперименты. И вот наш взгляд на эти эксперименты действительно какой-то новый получился. А вот что Степанов получил в свое время. Значит, вот его установка. Он эти эксперименты вел еще с Ахатрином. Вот здесь вот я показываю Анатолию Федорович Ахатрину. Он в 2002 году ушел от нас, к сожалению. Этот человек, безусловно, уважаемый. Очень-очень множество, многое множество экспериментов сделал. Валерий Николаевич, а презентацию ты не включил. Ой, господа, я что-то рассказываю. Мы тебя видим. Спасибо, спасибо, спасибо. Володь, молодец. Спасибо, что ты это самое подсказал. Значит, друзья, вот я тут словами говорил. А, нет, извините, это не та презентация. Сейчас я другую. Сейчас другую, к сожалению, презентацию надо показать. Вот эту презентацию. Валерий Николаевич, кто тебе такую заставку красивую сделал? Я сам ее себе сделал, потому что я являюсь как бы руководителем этой зум-конференции. И у меня немножко больше возможностей, чем вот у вас. Поэтому я могу себе вот такие делать вещи. Сейчас видна моя презентация? Да, хорошо видна. Вот Ахатрина, видите? Ахатрина, да, видим. Да, вот, значит, смотрите. Итак, вот Анатолий Федорович, он был инициатором вот экспериментов, о которых мы сейчас говорим. Он их проводил со Степановым. Степанов, значит, вот Игорь Николаевич Мытища. Вот он в своей лаборатории многие годы вел эксперимент вот на такого типа установки. Вот это паровой котел. Значит, после него паровой котел, который мы работаем, его чуть поподробнее дальше рассмотрим. Это довольно сложное и очень интересное устройство. То кажется, что это простая штука. Значит, потом, значит, высокого давления. По магистрали пар попадает, после того, как кран на магистрали открывается, попадает в спираль коническую. И потом по трубке выходит в атмосферу. Вот чего намерил Степанов. И опубликовал в журнале формирующихся направления науки, который, к сожалению, сейчас Влад почему-то бросил эту работу. Она очень важной, кстати, являлась. Так вот, Степанов намерил такую вещь, что при выпуске пара через вот эту спираль обычный датчик дозы, суммирующие дозы излучения бытовой. Вот он зафиксировал, что в ходе выпуска пара примерно в тысячу раз вырастает сигнал этого датчика. У нас обычно 14 микрорентген в час. Вот он до 10 тысяч у него показания возрастали. А потом они опять, после завершения выпуска пара, опять возрастались. А возвращаясь назад. Он это много лет назад эти эксперименты вел с Ахатрином. Значит, вот наша установка. Котел, в котором есть электронагреватель. Вот зеленый – это вода. Менее зеленый – это пар. Здесь есть манометр. Здесь есть термометр. Есть паровая магистраль вывода пара, который попадает вот в такую коническую спираль и потом выходит в атмосферу. Ну и там мы конденсат собирали. Мы разного рода эксперименты. Из-за недостатка времени я буду очень все сжато, к сожалению, говорить. Но основное, надеюсь, сказать. И то новое, что мы привнесли в эти эксперименты, мы стали мерить около этого устройства рентгеновский фон, спектр рентгеновского сигнала. Спектр рентгеновского сигнала. Не просто интегральную характеристику дозы, что делал Степанов, а спектр. В попытке увидеть всплески, там какие-то линии сумасшедшей интенсивности и так далее. Я сразу скажу, что мы установили, что та система, которая на выходе стоит у котла, будет это, например, коническая спираль, или будет это цилиндрическая спираль, вот ее фотография, или цилиндрическая спираль, вот ее фотография. От этого мало что зависит. Или, можно лучше сказать, почти ничего не зависит. И поэтому в конечном счете основные эксперименты мы проводили с помощью, я ее называю, расходной шайбы. Это дроссель, через который вот по этой тонкой трубке подходит пар высокого давления. Там он проходит через сужение вот в этой спирали латунной. И потом выходит трубку более широкую, более большего диаметра которой выбрасывает этот пар уже в атмосферу. Ну, значит, вот, то есть мы считаем сейчас, что от формы контура, через который мы прокачиваем этот пар, либо это коническая спираль, либо это цилиндрическая спираль, это были идеи Ахатрина. На мой взгляд, по крайней мере, ничего не зависит. Не в этом дело. А вот в чем дело? Мы сейчас попробуем определить. Вот условия эксперимента. Котел с электронагревателем частично заправляется дистиллированной водой. Включается электронагрев примерно 4 киловатта. Через полтора часа начинается кипение и подъем давления. Вода кипит в течение всего нагрева, при этом увеличивается давление в котле. Все закрыто. Это такой закрытый чайник. После достижения давления, например, 20 или 45 атмосфер, нагрев отключается, открывается кран выходной магистрали. Пар выходит через выходную магистраль в атмосферу, через коническую спираль, или цилиндрическую спираль, или расходную шайбу. В нашем, вот я уже только что сказал, что основные результаты мы получили на расходной шайбе, ни в конических, ни в спиралях дело. Хочу сказать, что как только открывается выходная магистраль, то происходит следующее явление. Давление в котле сразу падает, и вода, которая там в котле осталась, там часть воды испарилась, а часть воды находится в форме воды. Она мгновенно вскипает и превращается в пар. Мгновенное превращение воды в пар. Теперь последовательность регистрации рентгеновского спектра датчиком натрию. За один час до начала выпуска пара мы регистрируем фон рентгеновского излучения. Ничего не выпускали никуда. Ну, немножко там что-то греется, какой-то чайник, по сути дела. И измеряем фон рентгеновского излучения. Рентгеновское излучение всегда есть, потому что у нас есть естественный фон. Причины естественного фона несколько. Основная причина его – это космическое излучение. После того, как будет достигнуто высокое давление и начинает выпускаться пар, в течение выпуска пара, мы регистрируем новый спектр. Сначала зарегистрировали фон, когда ничего не работает, потом зарегистрировали рентгеновский спектр в ходе выпуска пара. Потом, когда все выпустили, все угомонилось, уже ничего не работает. Мы закрыли все краны. После завершения выпуска пара примерно в течение часа регистрируем спектр фонового излучения гамма-фон-3. Значит, вот здесь вот я показываю разные стадии. Вот здесь налили воду, вот там некий зазор, начали греть. Вот здесь вот часть воды испарилась, вот здесь пар, вот здесь вот нагретая жидкость, после того, как мы открыли кран, вот этот кран, то весь объем заполняется паром. Значит, я, вот здесь мы показали, есть два типа пузырьков. Вот если внимательно этот процесс изучать, то есть пузырьки, которые при подъеме, все это в поле тяжести, естественно, поэтому пузырьки поднимаются вверх обычно. Значит, вот при подъеме некоторые пузырьки уменьшаются в размерах, некоторые пузырьки, наоборот, увеличиваются в размерах. Раньше такое бытовало мнение, что важным является схлопывание пузырьков, там какие-то суперпроцессы происходят. Я сейчас считаю, что нет, основным является вот это увеличение, и вообще основным является процесс парообразования. Он является самым важным. Ну вот это вот я тут уже объяснял, что мы, когда открываем магистраль этого выхода в атмосферу, то мы вот из этой точки, из точки воды, сразу попадаем в точку пара. Вся мгновенно вскипает. Значит, ну вот здесь вот физика работает, спектрометры, я это сейчас пропускаю, основные источники гаммафона пропускаю и рассказываю о результате. Значит, смотрите, вот синяя, вот по оси Х отложены, ну некие относительные единицы нашего спектрометра, а по оси У отложены количество счетов в разных точках, значит, вот этого спектра. Итак, по сути дела, внизу это энергии в рентгеновском диапазоне, а вертикально сколько частиц мы зарегистрировали в той или иной точке этого рентгеновского спектра. Вот синяя, это когда еще пар не выпускали. Вот он такой вот этот спектр. Это все отнесено к тысячи секунд. Вот количество частиц зарегистрированное, оно зависит от времени, естественно. Ну вот чем больше времени, тем больше частиц вы зарегистрируете. Вот в нашем случае, мы у нас стандарт такой, все относим к тысяче секунд. Потом, когда пар выпустили, все уже угомонилось, ничего не работает, начинаем опять мерить спектр. Вот он красным является, он совершенно другой. Ну вот здесь зона шума, сейчас из-за не менее времени не могу ничего рассказывать. Так вот, значит, еще раз немножко поподробнее. Смотрите, вот синий, это был спектр до того, как мы вскипели, по сути дела, все внутри. Вот эти вот пульсирующие. Пульсирующие, потому что, к сожалению, очень короткое время, всего 200 секунд, выпуск пара. Вот он, вот такую форму имеет спектр, когда мы выпускали пар. И когда пар уже выпущен, в течение часа мере, его нам серое снизу. Это спектр, который получился вот в результате всей этой работы. Мы видим, что все сформировалось, по сути дела, в ходе выпуска пара. И потом спектр просто повторяет это соотношение. Значит, ну вот, времени совсем нет. Могу сказать следующее, что вот в данном случае синий, это спектр, который мы только что видели после выпуска пара. А вот красный спектр, это спектр через 7 дней на той же установке. Мы приехали через неделю, и вот такой спектр, вот был такой, мы уехали, а вот стал такой. Ничего не происходит, просто вот мы в комнате что-то меряем. Значит, ну и вот на этой, на этом слайде я показываю, что, значит, вот в разные, мы туда ездили все лето. Значит, там было 6 экспериментов проведено. И вот серая кривая, вот красная кривая, это 16 июня, первый наш эксперимент. Много, видите, такое большое, какая-то вот высокая кривая. Синяя, это вот 30 июня, через 2 недели, 2 раза делали эксперименты. Серая, это 10 августа, уже было 6 экспериментов. Таким образом, чем больше экспериментов, тем более, более придавлено. Вот это спектр, который, регионский спектр, который мы меряем. Отсюда мы делаем вывод, что процесс кипения перегретой котлы, перегретой воды в котле при сбросе пара приводит к изменению фонового регионского спектра в зоне котла. В зоне котла происходит не в котле, нигде, вот вокруг, в комнате. Можно и отойти на 2 или 3 метра. Мы вообще, грубо говоря, даже за стеночкой сидели, но рядом с котлом. Можно предположить, вот это очень важно, что изменение спектра связано с формированием в лаборатории неизвестных частиц, поглощающих и рассеивающих естественный геновский фон. Если мы вспомним первый раз доклад, который я сегодня делал, то мы, конечно, на роль вот этой неизвестной частицы хотели бы определить вот этот темный водород, который поглощает естественный рентгеновский фон, который падает на нас из космоса. Он уменьшает рентгеновский фон. Уменьшает. Вот смотрите, чем больше мы делаем экспериментов, тем ниже фон, который мы регистрируем. Вот здесь я это показываю. Масштаб и характер изменения спектра зависит от последнего, пропускают от давления в котле. Качество изменения спектра происходит при давлении около 45 атмосфер. Мы обнаружили, что еще ничего, не выпускали пар, а спектр уже почему-то резко изменился. У нас даже сбой компьютера произошел. Паровые машины это очень опасные штуки. С ними надо быть очень осторожными. Этот доклад я закончил. Вот я его выключаю и сроченько перескакиваю на следующий доклад, на последний мой доклад. Видно вот этот доклад? Сравнение фонового рембернского спектра в различных физических лабораториях. У нас тут целая команда Баранов, Зателепет, Климов, Ковач, Степанов, Шишкин. И это лаборатория ИНЛИС, это ИВТРА лаборатория Климова, это независимый исследователь Степанов, Матищи, это лаборатория АВК-Бета, Дубна, это Броудбит Энерджи, это Финляндия, Ковач. Вот мы анализировали спектры в этих пяти лабораториях. Просто фоновый рентгеновский спектр, ничего не работает, просто фоновый рентгеновский спектр, потому что наша идея состоит в том, что наши лаборатории заражены этим веществом, оно поглощает рентгеновское излучение, оно рентгеновское излучение поглощает, а вот еще какое действие на нас оно указывает, мы еще пока не знаем. Ну вот, следующий слайд. Значит, вот анализируются данные по пяти лабораториям. Во всех лабораториях проводятся интенсивные эксперименты. Электрический разряд Климов-Инлис-Ковач, паровой котел Степанов, гидродинамический контур Шишкин. В лабораторной комнате, как эксперименты ставились, в лабораторной комнате устанавливается датчик на три йод, который регистрирует спектр космического излучения. Спектр, снятый в этих условиях, мы называем фоновым спектром. Во всех лабораториях до начала работы реактора реактор выключен, измеряется фоновый рентгеновский спектр. Все, точка. И мы сравниваем фоновые рентгеновские спектры, но в разных лабораториях. И вот я вам показываю основной результат. Вот смотрите, зеленая кривая, это кривая в моей даче в этом самом Дмитровском районе за городом. Видите, какой большой рентгеновский икон. Никаких экспериментов, ничего нет, просто там живем и наслаждаемся природой. Вот синий, это уже в лаборатории Лиз у нас, из которой я сейчас вещаю вам. Вот этот сиреневый фон, это у Климова в этом самом в Эфтане. Он там каждый день эксперименты ведет. Видите, все больше и больше этого вещества все поглощает и поглощает и поглощает этот самый. Все больше и больше принижается этот фоновый сигнал. А красный это у Степанова. У Степанова вот этот паровой котел страшная вещь. его мощность, если вычислить мощность, которая выделяется при кипении воды, вот когда открываем и там вспышка кипения происходит, в этот момент его мощность, вернее, за время выпуска пара, примерно 200 киловатт. его в 100 раз больше, чем у Климова, например, в мощнейшей такой разрядной камере. Я настаиваю на том, что различные эксперименты разного сорта порождают одно и то же. Значит, вот здесь данные из лаборатории Ковача в Финляндии. Плохо видно, но пока слова напишу. Вот желтенькое, это когда только он начал проводить эксперимент, а вот зелененькое и синенькое через буквально два дня после того, как он там несколько экспериментов провел. Вот все. Вот это тоже таким же точно датчиком натрии примерно на похожем оборудовании. Вот здесь по горизонтальной это самый спектр, а по вертикальной количество счетов. По сути дела я все сказал, значит, вот тут уже со временем совсем плохо. Ну вот хотел сказать вот эти выводы пропустим. Ну вот тут вот пару слов скажу по этому слайду. Снижение рентгеновского фона можно объяснить формированием среды из неизвестных частин, заполняющих лабораторию и в первую очередь поверхности в лаборатории. Вот сегодня была уже дискуссия, а какие-то силы, а какие-то магнитными силами все прижмет прекрасных поверхностей. Господа, мне просто нет возможности вам это сейчас объяснять. Магнитные силы достаточны для того, чтобы прижать эту частицу. Она к себе присоединит пылинку и потащит ее, и начертит черт знает что. А если поместим, как мы, в какой-то конверт, то она ничего не тащит, она сидит на месте и прожигает берегу, которую мы называем кратерой, которая не только рассеивает эту частицу, но и поглощает рентгеновские сигналы естественного происхождения. Не буду больше вас мучать, пожалуй, что я закончил. Спасибо. Спасибо за такие, за сразу, за много сделанных докладов. Будем ли мы их обсуждать сейчас или перенесем на... Ну, пусть люди вопросы какие-то зададут все-таки. Вопросы вот я смотрю, здесь есть поднятые руки, все ли руки подняты по этому докладу или может что-то осталось от прошлого доклада. Вот это от прошлого доклада. Я заметил, Никитин по-первыхому хотел что-то спросить. Саш, ну пусть люди, пару человек пусть спросят, ну что же. Ну, ладно, если вот он Никитин здесь виден, ну, давайте три доклада, три вопроса зададим. Саш, к сожалению, Никитин, вы меня слышите или нет? Слышно прекрасно. Я единственное, что вас не вижу, у меня сейчас случилось, вы в конце экрана. У меня по первому докладу, значит, по поводу постановки эксперимента, каким образом вы исключили возможность того, что когда около бухты вашей со световодами происходит электрический разряд, там генерируется радиоизлучение, которое каким-то образом может проникать по этой бухте, как по проводу, и давать дополнительную энергию для нагрева диска, для проплавления. Тем более, что у вас размер пятна меняется на порядок, вполне возможно, что изменяется и длина волны, это не полмикрона порядка 10, то есть генерируется новое излучение, которое вы не излучали, не исключили возможность этого, или вы приняли какие-то эксперименты, чтобы исключить эту возможность. Это вот отвечаю, Толь, значит, это оптоволоконный кабель, который закрыт, значит, это самое, который оболочкой такой закрыт, и он передает только сигнал, который через торец заходит, а ничего сбоку туда внести невозможно, он специально, он не передаст вот этот радиосигнал, о котором ты говоришь, это практически невозможно. Вы это проверили? Или это ваши, так сказать, новые слова? Вы проверили эту возможность? Может, неизвестное чего, вдруг он передает? Проверяли вы это или нет? Я скажу так, что задать можно миллион вопросов, я отвечаю, это не суразится. Вот, Толя, я тебе честно говорю, не суразится. Это не ответ экспериментатор. Это невозможно на радио изучить. Это не ответ. У меня такой ответ, других у меня нет. У тебя всегда такие вопросы. Сейчас ты мне про силу кулона начнешь спрашивать, я же знаю, у тебя следующий вопрос будет. Нет, у меня другой. других сил ты просто не знаешь в природе. Да, это не суразится. Вот мой ответ, все, точка. Это не ответ, извини, пожалуйста. Я извиняю, но это мой ответ. Ну, Влад, вопрос. У меня маленький вопрос по поводу первого доклада с лазером. Сколько раз этот эксперимент повторялся, и повторяли ли результаты этого эксперимента? Да, значит, мы повторяли, там есть очень одна интересная особенность, о которой я за не менее времени не смог сказать. Дело в том, что вот эти формулки, которые я писал, которые, значит, объясняют, они показывают, как мне кажется, вводят эту новую силу и объясняют, как магнитная частица может двигаться по световоду, они показывают, что эта частица с таким же успехом может двигаться вверх по потоку. Вверх по потоку она лазером сжигает. И когда у нас лазер после двух первых экспериментов по прожиганию этого пятна вышел из строя, Шишкин зааплодировал, потому что у него было то же самое, он похож эксперимент только без разряда, делал у себя, и у него тоже лазеры выходили из строя. Поэтому с этим конкретно лазером повторить уже ничего не получится, потому что он просто сломался, вышел из строя. И мы причину, как мы думаем, прекрасно понимаем. Это вот эти частицы, так же, как они выжигают CD-диск, так же они выжигают и вот этот лазерный кристалл. Да, но мы другой такой же лазер, это же указка просто обычная, использовали и то же самое получали. Красный лазер, то же самое мы получали. То есть в совокупности порядка, наверное, двух десятков экспериментов было проведено. И каждый раз у вас получается вот такое пятно большое десятки микронов. Оно разное. Конечно, мы вот в первом эксперименте вот это пятно правилополучное, нет, наверное, во втором эксперименте, оно, конечно, довольно большое и поэтому мы его выбрали для презентации. На самом деле пятна бывают разные, но все равно они гораздо больше, чем пятно без разряда. И я хочу обратить внимание, что без разряда ведь тоже пятнышко образуется. И это есть следствием того, что эта величина, эта вот неизвестная частица, она наполняет нашу лабораторию и без разряда. И она тоже увлекается и тоже прожигает. То, что вот Биберян завел опыты с этим самым с облучением, вот Саша Пархом лучше меня помнит, он там месяца два наверное экспериментировал, трансмутацию наблюдал вот в зоне облучения. Так он два месяца вел облучение, у нас за 12 минут вот такая дыра получается. Потому что лаборатория просто разряд применяем, там огромная генерация неизвестно чего. Договорились? Давайте Евгений Горов вопрос. Ага, очень интересно. Валерий Николаевич, а вот у вас там три даты, 16 июня, 30 июня и там еще в июле или даже в августе, какое число, скажете? в августе, по-моему, 10 августа. 10 августа, да. хорошо, спасибо. Теперь, значит, вопрос. Вот у вас там магнитик стоял в первом докладе эксперименте, а без магнитика светили? Без магнита? Светили без магнита, честно говоря, я просто вам все условия эксперимента, так вот откровенно говоря, разницы существенной мы не увидели. И это тоже, возможно, понятно, потому что магнит, который я вам показал, на самом деле, вот с той стороны, которая там лежала, там магнитное поле очень маленькое. Если коротко отвечать, существенной разницы не увидели. Понятно. Второй вопрос. У вас вот там во втором докладе, нет, в третьем докладе, три кривые очень подобные. Но у них значит максимум разница, то есть у того, которого максимум больше, у него выположение длиннее, интегралы смотрели, то есть общую энергию. Естественно, чем выше кривая, тем суммарная энергия выше. А вот это неочевидно. Ну как неочевидно? Ну проинтегрировать надо аккуратненько. Интегрировали сто раз, я вам не даю этот результат. Интегрировалось это сто раз. Там много разных, много разной возни вокруг этих кривых. Все это делалось. Я же суммирую некую квинтэссенцию для того, чтобы ясно показать, что в лабораториях, в лабораториях заражена атмосфера. Вот мы сидим, вот я сейчас сижу в лаборатории, которая отличается от чистой лаборатории, загородной какой-то квартиры, понимаете? Вот это колоссальное отличие. Хорошо, спасибо. Понятно, что ничего не понятно. Надо работать. Нет, понятно, что генерируется какое-то вещество, которое поглощает рентген в фоновый космический сигнал. Спасибо, друзья. Владимир, давай. Антюшин, звук включить. Спасибо, что предоставили. Прогнозы задать вопрос. Вот у меня по первому докладу чуть громче, если можно. По первому докладу Валерия Николаевича, значит, вот он сказал про то, что они там использовали кабель волоконный, вот, и нарисовал его структуру. Судя по его рассказу, это одномодовый кабель. Одномодовый. Ну, естественно, это простой одномодовый кабель. Соответственно, для того, чтобы загнать в такой кабель сигнал, это не так просто. Тем более, тот, который не соответствует его длине волны. А зеленый и красный лазер по этому кабель не гоняют. Там специальный лазер, вон, 1300 нанометров. Соответственно, он загоняется через определенные призмы, и только под углом брюстера. Тогда он этот кабель пойдет. Конечно, можно загнать и зеленый, и красный свет, но он там будет с таким затуханием. Владимир, Владимир, вот просто берем, светим этим лазером, и видим там точка эта лазерная прекрасная. Можно или нельзя загнать, можно определить только экспериментом. С нашим кабелем прекрасно работает. Ясно, хорошо, но вопрос... Владимир, ну, это же элементарно проверяется. Вы светите, и увидите на конце выход и красного, и зеленого. Я сколько раз это делал и на многомоде, и на одномоде. Вы извините. Это понятно, но... Вот эти все особенности, о которых, Володь, вы говорите, они применяются для того, чтобы улучшить качество передачи сигнала на стыке проводов. А мы к этому не стремимся. У нас другая задача. Я понял. И, соответственно, вопрос, а вот лазеры, которые использовались, у них какая была поляризация? Скорее всего, линейная? Вот хороший вопрос, но я думаю, вот не могу сказать, это вот, это лазерные указки. А какая там поляризация, просто не знаю. Скорее всего, линейная, потому что вряд ли там будет круговая или эллиптическая. Скорее всего, линейная, да. А вот с линейной поляризацией, вот следует теория, которую вы сказали, что у нас есть частица с магнитным моментом, если ее в поле плоской волны и линейной поляризованной, то будет примерно то же самое, что с электроном. А вот если она по кругу поляризована, вот тогда ее можно заглянуть. Володь, в этом все дело, что получится. Я вот вам отвечаю. Смотрите, там получается в конечные два вида силы, которые действуют на магнитную частицу со стороны магнитного поля. Одна сила пропорциональная, слушайте меня, она пропорциональна синусу в квадрате омега Т. Вот так получается. А синус в квадрате омега Т это единица, как вы знаете, плюс синус 2 омега Т делить пополам. Вернее, единица плюс 2 косинус омега Т делить пополам. Так вот, минус 2 косинус омега Т делить пополам. Так вот, косинус 2 омега Т, когда вы интегрируете по периоду, пропадет, а вот единица останется. Синус в квадрате имеет постоянную составляющую. В этом все дело. Молодец, вы правильно суть какую-то поймали. Не нужна тут никакая модульность. Я же ведь не круговую поляризацию, я же линейную, я вам про линейную говорил. И там все прекрасно, возникает сила результирующая. И еще, значит, это уже по второму докладу. Там два графика до пары выпуска и после пары. У вас там был указан диапазон до 1,85 мегаэлектрон-вольта. Вот диапазон, который вы фиксировали. И вот на красном графике в конце там есть печок небольшой, который на краю диапазона. А, да, верно. В районе 1,8 мегаэлектрон-вольта. Это не физичная вещь. Это так работает наш вот этот вот АЦП, значит, вот дача, отцифровывающее устройство, которое просто не видит. Она не знает, куда положить те сигналы, которые за зону выходят ее работы. И она их все сбрасывает, по сути дела, в последние несколько бинов, как вот говорят. В последние несколько точек вот этого спектра. Это не физическая величина. Ну, в синей уже нету, а вот в красном есть. То есть там-то, получается, этих сигналов просто не существует. Это только в красной кремове вот это обозначено. Они тоже есть, они тоже есть, мы за этим особенно следим. По-моему, уже началась дискуссия. Возможно, я, нет, это был вопрос, это был вопрос, Саш, вопрос правильный. Возможно, я вот, скорее всего, в последнем я просто, графики, я просто не до конца вот считал все данные. Потому что этот подъем есть всегда. Это аппаратный подъем, это не физический. Еще там у вас на графике было написано, что у вас маломощный лазер, но один ватт мощности красный. Чуть-чуть громче. У вас на графике было нарисовано, вы сказали, маломощный лазер красный использовали. И в то же время был указан один ватт мощности. Наверное, миливатт. Миливатт, извините, это ошибка. Ошибка, конечно. Один ватт красной мощности, это больше малого. Нет, нет, ну что вы, вы правы. Один миливатт. Одна, 0,3 миливатт, а тот второй в 100 раз меньше. Зеленый, наверное, 300 миливатт, если вы говорите, указка. Да, да, 300 миливатт. 300 миливатт на зеленый указ. Важное упощрение, у меня тоже такой вопрос возник. Ну давайте уже очень затянуть. У меня буквально один вопросик еще. Вопрос, да. Значит, вот я так понимаю, что предыдущий докладчик говорил о том, что он DVD-диски использует. Вы говорите, что CD-диски используете. Вообще-то это как-то не совсем одно и то же. Молодец, грамотный человек к нам пришел, я вижу, так? Это действительно не одно и то же. Но мы, значит, вот мы используем, я использую то, что я использую. И Влад Жигалов, он анализировал разные эти самые разные диски. И вот остановился на DVD-дисках. А у нас я купил их в свое время когда-то, вот я их использую. И вот еще один маленький вопрос. Он сказал в своем докладе, что в электромагнитной природе, там в галогенной лампе, ну как бы можно пренебречь электромагнитной природе. На самом деле, мне кажется, это не совсем так, потому что галогеновая лампа... Володь, это не к моему докладу, это можно уже будет, наверное, вот у нас с 7 до 8 будет дискуссия, так? Да, вот по-моему, да, это уже куда-то вышли, далеко слишком. Нет, это как раз к вашему докладу. Я могу снять вопрос свой, оставить на дискуссии. Ну ладно. Это да. Ну тогда попробую, ну я задам вот какой-то вопрос. Вот у меня тоже возникли некоторые мысли по поводу двух, скажем, последних докладов. Вот первый вопрос. Почему вы называете то, что измеряете рентгеновским именно излучением? Вообще-то обычно под фоном подразумевается гамма-излучение, бета-излучение, вот и излучение вот этим... Мы измеряем, Саш, мы измеряем натрииодовым датчиком в определенном диапазоне спектра. Натрииодовский датчик ориентирован на измерение фотонного излучения в определенной зоне спектра. Назвать ее рентгеновская, она в начале рентгеновская, в конце она гамма. В этом смысле ты прав. Но мы установили, что основные изменения происходят в зоне примерно от нуля, от нуля в смысле одного кэва. Там натрииод уже плохо работает. Лучше говорить примерно от 5, а может быть даже от 10 кэв до примерно 100 кэв. Вот в этом диапазоне фантастические изменения спектра в разных лабораториях. Чем больше экспериментов проводится, тем больше какие-то заразы на стенах, в первую очередь, и в атмосфере этих лабораторий, которые тушат рентгеновский фонд. Я, кстати, об этом не сказал, спасибо тебе за вопрос, и сейчас говорю. Это одна из причин возможных, почему мы в экспериментах не видим рентгеновского, не видим гамма, ну фотонного излучения, не видим. Где должно бы оно появляться? Потому что вот эта частица, она поглощает, очень мощно поглощает фотонное излучение. Ну вот вы, значит, к сожалению, очень мало внимания уделили описанию детектора, по которым измеряли ваше так называемое рентгеновское излучение. Ну, дело в том, что обычно натрий-йод-детекторы, они не могут мерить как-то адекватное излучение с энергией меньше, скажем, 50 кВт. Там уже идут в основном шумы, фотоумножители, а не сигналы, собственно, с инфляционного датчика. Вот почему вы уверены, что вот те изменения, которые вы наблюдали, именно изменения в радиации… Отвечаю, отвечаю. Они в шумах, а не в шумах электроники. Я отвечаю. Мы этим уже несколько лет занимаемся. Натрий-йод – это стандартный, один из стандартных приборов для измерения рентгеновского спектра и гамма-фотонного спектра. Насчет 50-ти ты не прав. Значит, вот почему. Потому что мы калибровки с помощью Америции 241-го прекрасно показывают. У него там, значит, вот две линии. Одна линия 60, 59,6 кВт, а вторая линия 26,3 кВт. Это Дима Баранов позвонил. Он доехал до дома, видимо. Значит, а вторая линия 26,3 кВт. Так вот, 26,3 кВт мы прекрасно видим. Прекрасно видим. Она прекрасно видна. Ну, хорошо. Да, это половина ответа на мой вопрос. Но, тем не менее, нет ответа на то, почему вы уверены, что это все-таки меняются не шумы аппаратуры, а именно меняется радиация. Вот, по-моему, вы в этом направлении как-то недоработали. Ну, ты же прекрасно знаешь, что аппаратуру и диагностику можно оттачиваться и совершенствовать всю свою жизнь. Это очень все сложно. И ты совершенно прав. И можно улучшать и улучшать и улучшать. Но у нас еще был этот самый 55-е железо. Это 7 этих самых килоэлектронвольт. И мы это тоже видели. Поэтому это не шумы. Шумы тоже есть. Они там, я вам их показал, и они тоже кое-что показывают. Но сегодня я вам об этом говорить не буду. Об этом будет говорить Шишкин в своем докладе. У нас будет предложение, что нужно и можно. Ведь у нас проблема. Мы не понимаем, как регистрировать непонятно что. Непонятно чем регистрировать непонятно что. Вот в чем проблема. И вот Шишкин, это его в основном идея. Хотя он там и меня написал. Я тоже немножко приложил. Но в основном он молодец. Это его идея. Вот он об этом расскажет. Как шумы использовать. Я коротко сейчас порекламирую. Вот он, это самое, он предлагает, он об этом будет рассказывать. Что когда вот эта частица пролетает через, через зону, где есть напряжение. Это в разных датчиках. В том числе и в ФЭО, например. Это шумы, о которых ты говоришь. То он, эта частица, там наводит свой сигнал. Который тоже можно регистрировать. То есть наловчившись, отличать шумы просто от шумов, которые возникают при пролете от наших частиц, можно далеко продвинуться в этом вопросе. Ну ладно, спасибо. Я думаю, что на этом стоит завершить. Но я думаю, что лучше сделать все-таки перерывчик до 7 часов немножко. Да, конечно. С 3 часов мы начнем круглый штул. Слово молвить можно? Что? Слово молвить. Такого коротко совсем. Ну, как известно, я здесь меряю вариации векторного потенциала. Ну, так вот, значит, интересно. Там у вас наблюдается, так сказать, падение максимума. Вот в графиках, когда 3 измерения по разным датам. И вот в это время, так сказать, сошло возрастание потока векторного потенциала. То есть там изменялся вес компаса. Первый случай 59,79. Ну, 43 грамма, так сказать. Это я 4 знака после запятой. 59,79. Вторая дата 30-го, 06-го. 60, 41. И 10-го, 08-го, 61, 40. Евгений, Евгений, у нас было 6 экспериментов у Степанова. Я вам все 6 не привел, я только 3 привел, для того, чтобы было наглядно видно. Иначе все будет заполнено. Так вот, одна и та же тенденция. Чем больше мы экспериментируем, мы, грубо говоря, через 1-2 недели эксперименты проводили. Так вот, чем больше мы экспериментируем, тем все ниже и ниже и ниже. Как будто вся комната заполняется чем-то, что фоновое излучение поглощает. Вот все, что мы хотим сказать. Ну, сбросьте мне по электронке, так сказать, все результаты, а я посмотрю, что у меня здесь. Договорились? Ну, только после конференции. Сейчас я это не знаю. Ну, понятное дело, мы уже никуда не торопимся. Спасибо. Ну, я предложил начать с круглого стола в 7 часов. 7 часов, это правильное предложение, и будем всегда так делать. Я думаю, что можно даже не выходить из зума, а просто пойти, кто куда хочет, и вернуться в 7 часов, не выходя из зума. Я сейчас выключу, Саш, потому что мне нужно запись получить. Да, ну, давайте. Поэтому выходим, в 7 часов опять войдем. Это очень просто. Все, договорились. Это очень просто. Спасибо всем. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...